Одну фразу я ему сказал. Не иди играть в Нигму. Идти играть в Нигму это просто руин своей карьеры. ОГЭ, все, сдулись. Уже не те. 30 дней подряд играю в официалки с включенной вэм-камерой. Заебало пиздец. Что мне сделать? Что вы от меня хотите? Я живу просто как бомж. Вообще понимаете, когда последний раз мыли полы, ребят, заебало. Заебало его контрить. Приготовить еду, ну это вообще кошмар. Я не просыпаюсь каждый день ради того, чтобы выиграть этот сраный мажор, за который дадут копейки. У меня не было ни одного шанса. Я чувствовал, что я просто грязная собака. Я ничего не могу сделать в игре. Ненавижу шурму с картошкой. Поговоришь немножко? Да, вот. Пришел на подкаст. А Сереге нет. Расстроился. Да я тоже расстроился. Тоже хотел с Серегой. Может, не думали в онлайне делать? Я понимаю, что у вас картинка красивая. Да не то, что... Ну и в онлайне можешь делать. Мне кажется, что вот в онлайне, типа, нет такой химии. Ну, типа, тут я смотрю на тебя, ты смотришь на меня, и мы как-то общаемся. Мы можем там какие-то там взглядик перекинул, и уже какая-то химия появилась. А в онлайне, мне кажется, это все хуйня на постном масле, если честно. Я поэтому против онлайна. Я вот поэтому сюда приехал. Конечно, в онлайне, сидя в трусах... Ну да, так нет, с вебками же можно делать. Ну, с вебками? Так нет, так снизу-то трусы, а сверху майка. Можно еще рубашку одеть, ну, снизу-то трусы по-любому. Вот, и это было бы вполне норм. Но, блин, не нравится мне онлайне. Мог бы штамповать подкасты уже. Ну да, это можно было вообще просто штампуальная машина, так... Каждый день новый подкаст. Думайся, ниша-то еще не занята вроде. Или кто-то делает эти подкасты. Ну, я раньше видел, что делал Матштром, ЕНС, но если они делали вдвоем, ну, не думаю, что там большая выжимка. В нашей индустрии, наверное, первый, кто сделал... Ну, если мы не берем, там, типа, долгие интервьюшки. У Аусиора был подкаст. Да, помню, с Мишей смотрел. С Мишей, с Никсом я смотрел. Он хорошо готовится, хорошо делает. Тут, как бы, респект. Но, как я понимаю, в последнее время, там, проблемы и, ну, типа, не до подкастов. А так вообще, ну, не знаю, можно ли назвать Марпл подкастом. Ну, скорее, это такое интервью переходное, там, где они ходят. Такое, да, интервью-блог. Ну, вот, да. Поэтому так, да, вообще ниша не занята. И вообще, в принципе, мне кажется, ниша контента в киберспорте не особо занята. Смотря о чем ты говоришь. Например? Ну, давай возьмем Доту. Какого контента тебе не хватает в Доте? Подкастов нету, шоу и каких-то небанальных нету. Все делают одно и то же влоги, плюс какие-то шоу, типа, стандартные, ну, типа, супер банальные, типа, что в твоей сумке? Ну, вот это, типа, влоговская, GQ-влог штуки. А так, больше-то ничего уникального. Ну, ты что смотришь? Ну, я тебе скажу так. Вот топ-1 контента по Доте, что я считаю, выходила за все время, это Дотаскоп. Дотаскоп, вот, большого на Дотаскопа, смотрел все выпуски, думаю, отлично, пусть, ну, продолжаете делать то, что делаете. А так, в целом, контента мало. Ну, стримеров, наверное, не будем читать. Стримеры – это стримеры, они не особо считают за контент. Дотаскоп – это там, где они разбирали игры и почему тебе произошло это. Да, они разбирают специальные игры, именно моменты, полные игры и так далее и тому подобное. Еще было, у Версута было шоу. Версута я не видел уже лет 5. Ну, да, и лет 10, ну, не 10, лет 6-7 назад вот это было шоу, где они брали героев с Карпманом. А, «Неравная битва», «Неравная битва», это я помню. Да, вот, это тоже было прикольно, где они пытались с разными закупами против друг друга драться, и ты, типа, не знаешь, что за закупы, они дерутся, это, в принципе, разбавлено это шуточками, это шоу, которое, в принципе, там, может быть, 200 выпусков, как его и было, и это, в принципе, интересно смотреть. Ну, Team Spirit, там, респект за Stone Island, мне кажется, это прям красиво сделано. Да, мне в целом нравится, медийка, Team Spirit и все. Ну, влоги-то у них же хорошие. Да. И смотреть интересно. Да, мне кажется, что мало контента. Ну, то есть, они снимают достаточно, вот, например, санта, контента было очень много снято, а выложено было очень мало. Ну, то есть, вот там, влоговые... Не знаю, я как смотрю, когда на Инте, это уже вечер, Ярик с кем-то сидит на этом фонтане сраном, записывает объяснение, почему проиграли, почему выиграли, как вообще прошел день. Мне самому больно за него, мне, может, им и не напряженно это делать, но если бы во время Инта меня бы напрягали с медийкой, я бы сошел с ума инстанта. Вот, потому что, например, у нас уже сколько стрик игр? Ну, вот мы играли в Deep Sea, играли в Pinnacle Cup, и вот сейчас играем в Dream League. Все, официалки почти каждый день. И на контент я бы просто, ну, я бы загрелся нереально, если бы мне сказали, вот, теперь ты делаешь что-то. Но так как на подкаст, да, пришел, потому что мы отличные друзья, согласен? Ну, конечно, отличные друзья. Третья страна, в которой видимся. Мы уже с твой контента сделали, ну, в Минске мы записали много. Мы же сейчас снимаем уже, да? Да, все идет. Ребят, приветствую вас из Белгада, мы уже вовсе записываем шоу и подкасты, так что вы оставляйте вот там вот комменты, как вам, как заходят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, большое вам спасибо за это. А еще большое спасибо компании Poli, которая предоставила промокод KDA, который находится в закрепленном комментарии. По этому промокоду вы можете получить в ребят на 1000 рублей. И помните, что, переходя по этой ссылке, вы очень сильно помогаете этому каналу. Ну, все, больше не буду вас задерживать. Обратно залетаем в подкаст с чувашком. Смотрел на ютубе Shorts, который был со мной, вот этот, как называется, Blitz-интервью. Да, да. И вот эти люди, которые пишут про то, что Течис, пидорский герой, ребята, вы почти считали, он уже реворкнут как, ну, год или года два. Герой абсолютно другой, хватит, пожалуйста. Все, теперь не пидорский герой, можно брать. Нет, ну, в целом герой-то сильный, я считаю, что сильный, но нету, нету того старого вайба. Ну, того старого вайба, где ты просто не хочешь заходить в лес и не хочешь заходить на ХГ, потому что, ну, ты можешь просто взорваться где угодно. Ты просто, ну, типа, тебе приходится полностью менять свою игру, ну, то есть, там, на Кирилл, условно, там, бегаешь, фармишь, а здесь ты, там, думаешь, блин, сюда не пойду, здесь наверняка Течис, и он еще в варде, он еще обычно у тебя это, у тебя в лесу весь закидывает бочки, тебе приходилось еще идти в герой-то лес постоянно фармить. Ну, такого нет, но... И поэтому, ну, сейчас как бы полегче с этими бочками, конечно, как раньше было, это сложно. Нет, ну, наверное, для простого обывателя попроще, но это тоже пал коду в концах. Потому что я, ну, в целом, до этого тоже поиграл на Течисе, вот до реворка, признаюсь, есть грешок. Но взял один раз на скриме, в Крипэйв, это, по-моему, года два назад было. И, по-моему, я сыграл 0-1-0 за 25 минут. Просто ни разу ничего не сработало. И не сказать, что я, типа, суперплох, но и не сказать, что я, типа, травоман, условно. Но это была просто боль. Вот, мне было больно играть на этом герой, потому что, ну, ты либо тратишь на него тысячу часов, ты продумываешь свой геймплей, либо ты просто его не трогаешь, потому что, ну, ты просто опозоришься. Это сильное заявление. Но это как, не знаю, можно ли его сравнить. Наверное, нельзя с MIP сравнить. Нет, с MIP нельзя сравнить, точно. На MIP... Большой скрипт. В принципе, плейстайл-то... Понятно, ну, я же говорю, Течис был, конечно, герой, который полностью меняет всю карту. Я понимаю, я понимаю. Такого больше ни за кем-то... Но, с другой стороны, прикольно, очень уникальная механика, которой в других играх даже и нет. Я помню, как это анонсировали, Течиса. Даже на Ютюбе можно найти эти видосы, где на Интернешнл его анонсируют, и просто весь зал взрывается. Все такие, а-а-а, Течис, Течис. И потом, ну, реально, в паблике, когда его добавили, можно зайти, невозможно было, не играв с Течисом. Ну, например, с Муэртой сейчас такого... Такое есть, такое есть. Игра, ну, сколько вот, была первая неделя, после героя нельзя банить в матчмейкинге. И я каждую игру играю либо с ФП Муэртой, либо против ФП Муэртой, потому что ее нельзя забанить. Каждый считает своим долгом пикнуть ее. Еще в первые дни никто не понимал, как на ней играть. Тебя брали на суппорта. И если ты уже мажешь первым скиллом, хоть... Ну, Муэрта вообще как вот эта новая векторная механика мне очень понравилась. Потому что, ну, это как скиллы в Эрке. Очень прикольно, весело, задорно играть. Но на суппорте герой абсолютно мертвейший. Потому что, ну, у тебя вот буквально два скилла у героя, чтобы, ну, пассивка, чтобы убивать крипов и героев. И ульта тоже самое. Ну, просто чтобы убивать героев. И на саппе невозможно реализовать, к сожалению. Но герой вообще огонь. Особенно в руках профессионалов. Интересно, сейчас в патче добавят ее в ЦМ? Я думаю, рано. Ну, возможно, добавят. Но если будет мажор с Муэртой, это вообще... Ну, если ожидается, что 20-го числа выпускают глобальный патч, и он будет глобальный-глобальный, то уже... Возможно, патч будет настолько глобальный, что никому не будет дело до Муэртой. Но я думаю, что герой очень сильный, и на него точно обратят внимание. Ну, ты на какой позиции? На МИДе? Либо МИД, либо Кэрри. Ну, скорее всего, Кэрри. А через что ее собирать? Ну, то есть, у нее, понятно, есть какие-то очевидные проблемы в мобильности. Компенсировать блинками всякими. Ну, люди пику блин покупают. Но в целом, вот за меня играл Алик. В тюн? Да, да, да. На Муэрте он взял Мом, Молнии, БКБ. Ну, суть-то в том, что если ты нажимаешь БКБ и ульт, в тебя ничего не работает. Герои... Что я должен сделать на ЦМке Муэрте с БКБ? Умереть двух тысячек. Что ты можешь делать? Только бежать. Да, ну, есть айтемов доти, чтобы пофиксить мобильность. Не сказал бы, что это большая проблема. Потому что, ну, люди же играли с Линой. У Лины тоже, может быть, есть... Ну, у нее недостаток мобильности, но пассивкой он как бы не великуется. Не, ну, понятно, понятно. Но у Муэрта она, в принципе, медленная. Хотя и ЦМка медленная. Ну, ей постоянно минус пять, минус пять. Чего ждешь от патча? Чего угодно. Меня просто достал этот патч максимально. Я играю уже пять-шесть месяцев. Одно и то же. Вот тот патч, где мы взяли ESL, у нас убрали Марса Розора, удалили просто из игры. И вот это началась мета Дума, Бруды, Бестмастера. И она почему-то не заканчивается. Я не понимаю, почему я играю каждый день на протяжении последних шести месяцев. Я просыпаюсь, нажимаю матчмейкинг, захожу. Мне надо забанить Бруду. Не забанил Бруду, я буду страдать. Потому что я приду против героя, у которого почему-то есть на линии Баттерфляй, Сатаник. И сколько у него там у Спида под сетками? Ну, пофиксили вроде чуть-чуть. Но четвертая сетка — это кошмар. Вот это бегает чудище, 450 мс, не врезается в препятствия, просто уничтожает тебя. Если бы пик Бруды был для тебя неожиданным, то мне конец. Вот как к суппорту мне будет просто отвратительно играть. Он еще покупает Пайп Мекку, а у меня на героя условно там 400 урона максимум на Рубике с Нюкой. Я просто страдаю, страдаю бесконечно. Ну да, это, конечно, на Рубике против Бруды это больно. На любом саппорте против Бруды это больно. Ну да, что-то там на ЦМке тоже будешь бегать. Ну на АГ может быть, он такой потолще. И вот кажется даже, насколько абсурдно. Вот этот герой уже месяца в пять. И вот люди даже пытались какое-то время его контрить, но все пришло к тому, что ну все просто забили хер. Вот заебало. Заебало его контрить. Не работает почему-то. Приходишь, вот кто там пытался его контрить? Антон приходит на Пуджа, но что, она нажимает сатаник и убивает его за три тычки на линии. Ну ничего не поделось. Ну не за три тычки, но условно. Ну у них, кстати, достаточно хороший вендрайт был против Бруды. У них нормально было вендрайт, но против сильной Бруды тоже бывают, так сказать, свои подводные камни. Вот мы когда записывали подкаст, или это в итоге дипси было, вот он говорил, что ну это типа игра, кто первый ошибиться, типа если ты ошибился, тебя Бруда будет потом резать постоянно. Если Бруда ошибилась, ты ее потом будешь резать постоянно. Ну типа такой сноубол просто. Очень сложно ошибиться на героя, который может отхилить тебе 500 хп на втором уровне. Очень сложно. Я вот думаю о чем, что... А разве раньше-то Бруда была сильнее? Когда? Раньше года два назад. Бруки на первом уровне. Ну смотря какой, если ты говоришь про Бруду, который в сетке делали невидимой, это тоже был кошмар, когда ты идешь по лесу. Но тогда хотя бы надо было напрягаться по поводу сеток. Потому что вот потность Бруды определялась по тому, как потно он ставит свои сетки. Но сейчас у тебя просто почему-то 16 чаржей сеток, и ты просто можешь ставить бесконечно. Я не понимаю, чем я это заслужил. Почему у меня нет 16 зарядов на скилле? Я не понимаю. Ты играешь в Доту, ты должен страдать. Мне кажется, Доту это вообще путь страдания. Эта игра пытается... Она тестит тебя, твое психологическое здоровье на максимум, мне кажется. Она тебе дает все самые худшие эмоции, и лучше дает тоже. Я бы не сказал, потому что вот сейчас в последнее время начал поигрывать в шутеры. Полгода периодически, когда нет игр, когда свободные дни. И в Valorant в основном играю, иногда в PUBG, иногда в CS. Но все эти игры тоже могут приносить невероятное количество боли. Могу пойти по пунктам. CSGO абсолютно неиграбельная игра в матчмейкинге. Мы пытались... Во-первых, ну надо собирать пачку 5, чтобы играть. Ну, а желательно пачку 10, чтобы играть 5 на 5 с друзьями. Что, в принципе, сложно. Сложно собрать 10 человек. Да-да, почти невозможно. Особенно, если ты в Доте, у тебя официалки, у тебя работа, бла-бла-бла. И матчмейкинг абсолютно неиграбельный в CS. Больно, больно смотреть, больно играть. Ждем CS2, надеемся, что пофиксят, посмотрим. В PUBG почему-то в игре боты... Я не понимаю, кто подумал, что хорошая идея добавить ботов в игру, где очевидно, что бот — это бот, где он не приносит тебе никакого бенефита, где, ну, у тебя цель — дойти до топ-1. И если ты убиваешь бота, и это очень очевидно, когда, ну, типа, вот бот двигается как бот. Может быть, это люди, ну, типа, может, это люди, которые сделали ботов, чтобы как-то обходить систему. Но если это сделано игрой, это самая большая тупость вообще в истории человечества. Потому что мне не весело убивать ботов. И в целом, ну, очень там дисбалансный матчмейкинг. Себя может закинуть в игру с людьми, там, 500 уровня. Я не знаю, какие там ранги фабья. Ну, типа, скорее всего, большого ранга. Если человек сыграл 500 уровень, это, ну, типа, часов тысяча минимум. И у меня нет ни одного шанса против них. И это больно, потому что я сначала прихожу, стреляю в ботов, и мне кажется, вот это я молодец. Я крутой. А потом меня просто чел убивает за полторы секунды, просто спреем испарился. Самая, наверное, менее стрессовая игра — это, наверное, Валорант. Потому что и матчмейки там более-менее нормальные, но тоже бывают свои моменты в плане того, что, ну, типа, кто-то может подгореть. Такие же подводные камни, как в доте. Но я бы сказал, что она менее токсичная, чем в доте игра. В пабге, я, кстати, не знаю, что есть ли боты на ПК, но когда они... Есть боты на ПК, я оттуда. Я не играю на плоте. Я помню, что они делали ботов на мобайле, и в первый день, когда они там запустили, в первый день, первую неделю, когда они запустили мобайл, просто все в первую игру... Ты, типа, в первую игру играешь чисто против ботов. И против ботов фигового уровня. И почти все, ну, то есть берут либо топ-2, либо топ-1, и все просто постили в соцсетях. Ебать, какой я сильный. И даже люди, которые, ну, там, типа, первый раз в игру на мобилке играют. Ну, типа, это такой прям, мне показалось, что суперкрутой маркетинговый ход, что прям все постили это. Это прям... Тут ботам респект. Маркетинг рефор отличный, но об игроках вы не подумали. Я лучше подожду 5 минут больше, чтобы не нашло реальных людей, чем, ну, просто играть против этого. Потому что у нас были игры, где мы стреляли в ботов минут 20, вот до последних кругов. Вот буквально последний. И, возможно, даже в последних кругах тоже были боты как-то... Просачивались. И я просто в шоке. Почему я 20 минут стреляю в ботов? Можно поиграть против людей? Что все боты убили людей? Нет, не верю. Они не могут убить никого. Они абсолютно бесполезны, как существа. Ну, вообще, я такое чувствую, как будто они на папку забили в плане ПК. Что, типа, они вкладываются в мобайл, там постоянно всякие, вот там тоже маркетинговые ходы, и мобайл приносит им там просто миллиарды-миллиарды. И как будто на ПК они забили, и ПК-сцена там мертва. Очень жаль, что мы не мобильные геймеры, что мне сказать. Потому что мобилки трогать не очень сейчас хочется. Ну, у меня есть компьютер, ребят. Типа, на компьютере реально веселее, и управление получше. Без обиды для мобильных геймеров. Но это, наверное, больше для азиатского рынка, я понимаю. Потому что там, что в Китае вот этот закон, где запрещают играть на компах. Что просто есть, типа, ну, там условно миллиарды в Китае, миллиарды в Индии. И не у всех есть компы. Это можно понять, что, ну, мобилку купить проще, чем комп. Так что, в принципе, их можно понять, но если есть комп, вообще нет никакого смысла играть в мобилку. Ну, это как в Дагестане. Мобайл-пуг — это самая популярная игра вообще в принципе. Там реально все играют в пуг мобайл. Ну, то есть вот прям от малого до велика. Я знаком с несколькими дагестанцами, и они рассказывают такие истории, что, ну, там, мобайл-пуг для них — это прям мобайл-пуг. Это не... Там, для нас это мобайл-пуг. Вот ты как-то говоришь, я пока боярин, вот идите туда своим мобайл-пугом. Там они прям молятся на... Ну, ладно, молятся, наверное, не самое лучшее слово для этого, но они прям очень много играют. А ты не пробовал какую-нибудь Warzone? Ну, мне кажется, как будто вот я в Warzone периодически поиграю, как будто она как бы гораздо более поинтереснее сейчас, чем PUBG. PUBG как будто это пережиток прошлого. Но мы как раз и зашли с целью поностальгировать. Мне просто нравится... Мне нравилась именно сама, как сказать, нескоротечность геймплея, которая может быть. И, ну, в целом ты можешь играть быстро, если ты хочешь. Да, да, да. И в целом, ну, мне именно нравилась, как сказать, сама игра. Сама игра, мне кажется, сделана прикольно. Ну, и в целом, чтобы, так сказать, играть в Warzone и Apex, ну, нужно быть на хорошем уровне, ну, типа, нужно быть задротом. Потому что там помимо стрельбы еще, ну, мувмент есть. А я понятия не имею, как это делать в этих играх. Ну, типа, надо тоже тратить время, чтобы общаться, но... От первого играешь или от третьего? Конечно, от первого. От третьего лица играть в шутеры – это самое большое пидорство, которое существует за, ну, историю человечества. Потому что вот эти люди, которые стоят за углом в третьей камере и ждут, пока ты, ну, как-то проявишь слабину, это вообще я не могу понять. Нажимаешь Alt и смотришь вот так вот. Вот, если хотите смотреть вид от третьего лица, играйте в моба, я не знаю. В GTA City. Да, да, или в WoW пойдете поиграть, там, условно. А что угодно. У меня история с WoW, ты играл вообще как много? Я один раз играл где-то около недели, ну, лет шесть назад. И вот был недавний experience, ну, типа, года два назад я заходил на одну игру, но мне настолько не понравился интерфейс. Вот интерфейс там настолько, по-моему, меня запускают в игру с какого-то лаунчера. Это что такое? Я в каком году? Какой нахрен лаунчер? League of Legends. Я Minecraft запускаю или что, пиратский? Я не понимаю, можете мне сделать нормальный лаунчер? Ну, и в целом какой-то очень... Вот у меня есть даёб к интерфейсу, то, что он непонятный, не интуитивный. Не юзик-фендли. Да, да. И в целом то, что вот мы сыграли матчмейкинг, я пошёл что-то в лес, я играю первый раз в WoW, и, ну, меня просто сносят почему-то за 20, почему-то какие-то враги умеют играть. И я не понимаю, как я человек, который зашёл в первый раз в эту сраную игру, я играю против каких-то сраных задротов, типа, 2-3 игры подряд, меня просто сносят за 20, и я такой, ну, ладно, видимо, не моё, вернусь в Dota, там я хотя бы что-то могу дать отпор ребятам. То есть твоего скилла и принимания не хватает? Я тоже думал, я тоже думал, что как будто бы я играю в мобы, и у меня должно быть преимущество. Да, да, в этом тоже есть доля правды, поэтому меня лол разочаровал. Мне просто показалось он каким-то супер-медленным. Я вот там буквально года полтора назад скачал, такой зашёл, и прям медленно. Ну, то есть там ты стоишь в линию, и как бы ты ничего не делаешь. Ну, ты просто там, типа, перекидываешься. Возможно, проблема к тебе. Возможно, проблема, ну, вот я пострадал там несколько матчмейкеров, обучение, несколько матчмейкеров, ну, типа, и просто как-то очень медленно мне показалось, что как будто в Dota у тебя больше напряжения на линии, когда стоишь. Ну, не знаю, да, но, возможно, связано с тем, что нету возможности донавить крипов. Ну, да. Да и в целом и полов нету, но Dota более разнообразная в этом плане. Ну, а так, я бы не сказал, что динамика в Лоле, типа, хуже, чем в Dota, потому что там какие-то скиллшоты, вот каждый скилл – скиллшот, что, с одной стороны, это очень прикольно, потому что, ну, добавляет какого-то... Надо попадать. Да, да, надо попадать. Ну, и, с другой стороны, это минус, потому что надо попадать, потому что на Венгестаном я вряд ли промажу условно. На Венгестаном надо постараться, чтобы промазать. Мы сейчас записываем это в преддверии мажора Берлинского. Вы очень уверенно летели 0-ты. Почему так случилось? Да я бы не сказал, что у нас Тима была в плохой форме, но, возможно, где-то тут проебались, где-то там проебались понемножку на середине. Ну, и у нас противники, объективно, не самые удобные были. Были Liquid, которых я не помню, когда мы в последний раз выигрывали, типа, возможно, в стокольском мейджоре. Возможно, даже туда не попали. Я не помню, когда мы в последний раз хорошо мачали с Liquid, потому что, ну, очень неприятная команда, против которой можно играть. В целом, не хватило нам силушки. Потом мы сыграли против Тундры. Еще один просто мразотный матчап. Ненавижу играть против Тундры. В целом, позитивно отношусь ко всех игроках, ну, ко всем игрокам и команде. К ним никаких претензий нету. Мне нравится, как они, как сказать, их аппроуч на доту. В целом, очень импонирует. Но играть против них максимально мразотно. Я прихожу просто против человека, который сыграл тысячу игр на этой странной Энигме, против его друга, который сыграл тысячу игр на этом тайне. И как-то вот не задалось, как-то не задалось. И в целом, ну, очень хорошо они как команда играют. Ну, не сказать, что они непобедимы, потому что индивидуально у нас нормальные шансы. Вот если, типа, пять игроков на пять условно индивидуально, вот в один-один пойдем играть, будет плюс-минус нормально. Вот когда ты играешь в их доту, вот в тундровскую доту, то, ну, очень сложно их победить. Так что, по идее, ну, было бы логично попробовать вывести их с зоны комфор, но мы им проиграли уже и на Дремлиге. Хоть и до этого у нас была очень уверенная игра в первом групп-стейже. Кстати, вот я вообще не понял этого прикола. Почему у меня на Дремлиге два групп-стейжа? Это что? Что это такое? Потому что ESL такая, что ли? А плей-офф что-то слышали, ребят? Зачем нам восемь команд играть в группу, чтобы четыре смогли сыграть в плей-офф? Вообще не понимаю этого, но... Ну, чтобы плей-офф был поменьше, не знаю. Их выбор, их выбор, да, чтобы помучать нас подольше. Это, кстати, в тему этого топика. Возможно, я еще не говорил, но скажу еще раз. 30 дней подряд играю в официалки с включенной вэм-камерой. Заебало пиздец. А чем тебя вэм-камерах смущает? Ничем не смущает. Я уже... Это уже часть моей жизни, но... У меня была история, что у меня админы говорят, типа, поменяй угол. Но у меня дома настолько большой беспорядок, что есть вот только один ракурс, в котором все выглядит примерно нормально. И то не то, чтобы сказать очень хорошо, но у меня полная помойка, типа, дома может скопиться за неделю. Легко. Вот такой есть некоторый напрямок смущает. Ну и в целом просто... Ну, не так комфортно, не так комфортно, как... Но дополнительный прессер просто. Как будто стрим включил, и уже на стриме... Как бы даже если ты там ни с кем не разговариваешь, что все равно есть такое какое-то напряжение, что типа кто-то смотрит. Есть, да. Кто-то смотрит. Не расслабиться, в носу не поковыряться, в жопу не почесать. Потом вставят это в хайлайтики, и будет это... Так у меня был момент, недавно вот играли против Тундры как раз таки в ОГЭ Твиттере, то, что где я очень вот так замахнулся на стол, то, что вот я прям искреннюю злость вот в первый раз почувствовал, вот очень большую. Но потом такой успокоился, и получилось так, что я такой... И вот очень, так сказать, по псевдорейджер, или я не знаю, как это назвать, такой чуть-чуть психанул. Не то, чтобы не сказать, что это испортило мне жизнь, но неприятно и неприятно. Ну, в целом нормально, ну, прикол. Пусть будет. Ну, что, мемчики. Вот вопросик есть. В экстремуме, я помню, когда мы делали видео, надо угадать, профессиональная команда это или обычный игрок, и любой реплей, который мы вставляли с OG, ты такой сразу на второй секунде, это OG, это OG, это OG. Я там вообще очень себя хорошо показал, я, по-моему, почти все угадал, но у меня был хитрейт разительно больше, чем у Сереги и Шача вместе взяток, скорее всего. Серега и Шача-то... Да, вот, и как бы созвездилось такое мнение, как будто ты главный фанат OG, потом ты попал в организацию, и вообще как... Это так и есть, так и есть. Ну, как можно не быть их фанатом? Я просто не понимаю. Потому что, ну, это не то, что звезды, не то, что кумиры, не то, что идолы, но что-то где-то вот среднее между этим, понимаешь? Потому что вот прикоснуться к прекрасному, потому что я до этого смотрел условно контента, допустим, ну, с Йоханом в интернете не очень много. Ну, вот, недавно я начал делать тот подкаст, но не сказать, что это сильно его... Как лично все нам раскрывается. И в целом, когда я еще их и встретил в реальной жизни, я стал еще большим их фанатом, потому что, ну, волшебные люди, волшебные люди, просто легенда. А что именно завораживает? Ну, в Йохане или в себе? В Йохане в себе. В Йохане завораживает, во-первых, ну, искренняя вот эта доброта, которая вот она есть у него и у Томи, вот сейчас из тех, кто играет в АГ. Вот как-то нету корыстности вообще никакой в поведении человека, что очень странно, потому что, ну, для меня это как-то в новинку иногда бывало. Потому что, ну, в самом деле, тоже, да, пытаешься как бы по жизни-то быть хорошим человеком, но бывают вот эти такие, знаешь, маленькие моменты, где ты... Сдерживаешь себя? Не, не сдерживаешь. Ну, ты делаешь, типа, ради своей выгоды, понимаешь? Поступаешь в своих интересах. Ну, вот этот человек никогда так не поступит. Он волнуется о тебе больше, чем волнуется о себе. И это прекрасно. Как можно не уважать такого человека? Ты хочешь ему отдать все? Не хочу расстраивать Йохана. Вот он меня двигает вперед. Просто, чтобы Йохан не расстраивался. А Сеп? Сеп. Это человек, во-первых, в, как сказать, психологичном плане, абсолютно на другом уровне. Мне до него лет 10-20, я не знаю, 30-40-50 вообще не на его уровне в психологичном плане. Потому что у нас и даже были моменты, где он у нас на день, он еще с нами был на НТР, и вот эта его возможность эти генерировать, эти спичи из ниоткуда, я не понимаю, откуда она, вот именно те слова подобрать, которые нужны сейчас команде в данный момент, и которые реально помогают команде успокоиться, настроиться и так далее на игру, для меня это просто какая-то магия. Ну и в целом, как по доте, это очень умные люди оба. Большое уважение к ним, как к дотерам, тоже включается, так сказать. А как вы соприкасались, когда ты был коучем с Сепом, вот как это взаимодействие работало? То есть вы как-то там между собой это делили как-то обязанности, как-то было типа там, вот я там рассказал про пики, про драфты, а теперь Сеп говорили речь. Как это происходило вообще? Нет, нет такого, что Сеп говорили речь. Сеп говорит речь, когда она нужна, понимаешь? Он чувствует этот момент. Вот условно, когда мы были за шаг до вылета, когда мы играли против, по-моему, мы с Бэтбум сыграли, типа вот первую карту им отдали, и типа, ну там вообще команда поплыла вообще полностью. И вот тут он врывается, рассказывает, все нормально, пацаны, все будет хорошо, ну более, как сказать, более в своем стиле, более нормально. И реально работает, реально работает. Реально подсобрал наши кабинетики. А что с психологом сейчас на самом деле? У нас сейчас нет психолога. И в целом не сказать, что ОГЭ нуждается в условно еще раз в... Психологи, потому что есть Сеп? В МИЭ Стелберг. Потому что они уже взяли все от нее, все, что могли. И они использованы на этих практиках. И в целом они тоже дали нам эти простые концепты условно-психологические. Например, вот у нас в команде нет такого, не заведено, что токсичность, она вообще неприемлема. Она вот абсолютно не приемлема. Потому что ты должен отдавать хорошую энергию, чтобы получить хорошую энергию. Чтобы люди хотели приходить играть скримы, типа, чтобы им было приятно играть друг с другом. Это как бы цель, так, условно, нашей команды. Не то, что цель, но это один из... Ну, типа, ты должен делать то, что приближает тебя к, условно, победе. Никакая токсичность не приближает тебя к победе, она, типа, тебя на шаг назад откидывает. Ну, условно да, условно да. И, в том числе, понятно, что твои... Ну, нет, суть в том, что... Больше ты не уловишь суть. Суть в том, чтобы люди горели желанием, чтобы они хотели приходить на эти скримы. Потому что я был в куче команд, в которых ты просыпаешься, ты понимаешь, что это ещё один блядский день с этих ёбаных тренировок, отсосов бесконечных. Где-то я это видел. Бесконечных бездержа. И ты понимаешь, что ты не хочешь туда идти. Ты не хочешь туда идти. А в АГЭ этого нет. Мы стараемся этого избегать. Ну, это только из-за позитивной аффирмации, получается, у вас как-то? Только потому, что, получается, в команде нет негатива. Ты из-за этого хочешь больше проводить условно времени. И есть какое-то желание? Или как это работает? Условно. Просто негатива в этой части нет. Часть того, чтобы просто ты себя чувствовал в коллективе хорошо. И как бы важным. Ну, не то, что важным. Как это сказать? Услышанным. Ты должен приходить. Должен выдавать свой максимум. И приходить также в следующий день. Потому что, чтобы все работали, старались на... Ну, ради того, чтобы убедить. Потому что мы все здесь ради этого. Ну, вот, судя по всему, Амар не очень вписывался в этот концепт. И мне понравилось. Я смотрел недавно шорт. Там был чуваш воспринял эти слова персонально. И там такой Амар говорит, ну, самый слабый игрок в нашей команде – чуваш. Я играл с ним в несколько турниров. Мне не понравилось. Блин, мне даже мама... Я вот в это время был на учебоксарске. И мне даже мама сказала такая, типа, блин, да что он говорит? Почему он так говорит? Но, типа, в большинстве случаев он просто троллит. Он просто маленький 16-летний тролляга, троллейбосс. Но я бы сказал, что это просто вот такой уникальный человек. Вот был бы Антон, дурачок, он бы понял вот отсылку. Это как в Блюлоке, как Бару, как король. Типа, он хочет очень выигрывать и старается ради этого. Но у него, так сказать, свой путь, свое видение. И чужое он... Не приемлет. Не то, что не приемлет. Нет, но это очень тяжело бывает иногда до него донести. Типа, он думает, что... Типа, он главный персонаж, условно. Как вам было вообще в команде находиться с ним? Ну, то есть, понятно, что он троллит. Я бы сказал, что негативный экспириенс. Но, возможно, в частности, из-за того, что мы с ним друзья. Как-никак. Ну, в целом, мне нравится играть с ним в Тоту. Я думаю, что он хороший игрок. Я уверен в том, что он хороший игрок. Но у него просто есть вот эта проблема с Херопулом, что мы, условно... Я не виню его в нашем поражении на Инте. Но, условно, факт то, что ты за три месяца тебе сделали патч, и у тебя не прибавилось ни одного нового героя, это абсурд. Для меня это дикость. А почему так случилось? Потому что ты не адаптируешься к игре. То есть, ну, вы же... Да, мы говорим все, поговорим. Все говорят, но... Он просто не делает. Да. И это нарушает тренировочный процесс, как бы, ну, типа... Да, это делает... Подстраивает нас под Амара, вот так скажу. То, что мы подстраиваемся под Амара, а Амар подстраивается под команду. Но иногда он может подстраиваться под команду, но это тоже не сказать, что часто-часто случается. Но, в целом, Амар красавчик. Как тебе его переход на керри, и, как думаешь, получится? Объясняю. Вот последняя вещь, когда мы на НТР разъезжались, мы уже понимали, что мы не будем играть вместе. Я ему говорил... Одну фразу я ему сказал. Не иди играть в Нигму. Идти играть в Нигму — это просто руин своей карьеры. Не то, чтобы у меня есть какой-то дизреспект к игрокам Нигмы персонально, но командный их, так сказать, approach, ну, questionable, questionable. Они делают одно и то же на протяжении уже странных четырех лет. Не работает, ребят. Уже не работает. Пора что-то новенькое попробовать. Пора освежиться. Ну, как ты думаешь, дальше ему надо продолжать на керри и возвращаться на оффлейн? Что дальше? Не, ему надо играть на оффлейне, потому что это абсурд, то, что у него там сколько было героев в пуле? Ну, условно, пять. И, типа, три из них какие-то вообще клоунские. Типа Свена. Вот у него были хорошие керри-пики. Это были, типа, Сларк Урса. Он вообще игнорировал Лину как существо, хотя это был самый сильный герой доты за последнее время. Потому что, ну, цифры, которые она выдает, это просто ненормальный ёлли. Ну, да, да. Ненормальный. Скорость фарма ненормальная абсолютно. И, условно, у него есть вот там Хускар, Разор, что? Урса, Сларк, Свен. Ну, и половина из этого просто мусор. Как он может играть на керри? А на флейне у него хотя бы какие-то герои-то есть. Смотря на результаты, не жалейте? Я не думаю, что он виноват. Я не думаю, что он виноват. Нет, не кажется, что... Не жалейте, что кикнули? Или это он... Подожди, как вообще происходило? Воюдное решение, скорее, с двух сторон. Как происходил этот разговор? Я думаю, это слишком личное. Окей. Но это был разговор и с командой, и с Йоханом и Себом, и с Амаром. То есть со всеми поговорили, все услышали свою точку зрения, что, ну, мы не нашли, не нашли способ сохранить состав. Немножко к Нигме. Как думаешь, с Мираклом, который вроде как бы набирает форму, может что-то... По-моему, он на один турнет приехал, и все. Ну, я не уверен. Миракл — отличный игрок. Но это не делает... Не решает проблемы Нигмы как команды. Вот в чем проблема. Ну, основная какая проблема? Проблема в том, что, во-первых, вот ты посмотришь, как условные гладиаторы драфтят. И у них есть какие-то концепты условно. То, что вот этот герой, допустим, там, Beast выигрывает этого героя. При этих и этих условиях. То, что они играют от стратегии. Они делают стратегию, они стакают свои сраные ауры, идут забиваться. И в целом, ну, видно, что была сделана работа до игры, колоссальная. А в Нигме такого нету. Они просто, мне кажется... Ну, вот мой тейк, то, что они приходят, просто, может быть, подготовиться что-то где-то под рафтом на 30 минут. Но в целом они просто импровизируют. Вот мне кажется, проблема Нигмы в том, что они бесконечно импровизируют. Ну, возможно, они для этого... Они не настолько сильны сейчас, чтобы бесконечно импровизировать. Возможно, поэтому они пытались взять коуча, но не того коуча, судя по всему, который был им нужен. Да, возможно, тяжело, потому что, мне кажется, возможно, всё это исходит и от Кура. Но и не сказать, что он и не легенда, и не знает, что делает. Он не сказал бы, что в суперплохой форме, как игрок. Я бы сказал, что он может играть нормальный плюс-минус хорошо и понимает какие-то свои концепты, идеи, как что-либо делать. Но не хватает, не хватает чего-то новенького. Потому что, в целом, план всегда один тот же. Один качается, мы вчетвером что-то делаем. Типичный простав на Наге. Я тебе писал, после того, как вы прошли на мажор, что просто вот, я вот смотрю, вот всё медиаполе, и все пишут, ОГЭ, всё, сдулись, уже не те, всё, второй дивизион. Всегда так было. Вот я не понимаю людей, которые помнят только две победы с НТА. Вот я помню прекрасно каждый сезон ОГЭ до победы НТА. Восемнадцатый год, восьмой Инт, ОГЭ, уходит у них Флай и С4, потому что у них всё очень плохо, потому что они приходят, занимают последнее место на мажоре, и вот он дисбанд. Вот они собираются под конец, выигрывают Инт. Второй сезон, сезон после этого сразу же идёт. Они не проходят ни на один мажор, они проходят на один минор с Игорем, отлетают от Иллидана, и всё, что я помню об их сезоне. Может быть, они прошли на последний мажор, тоже, по-моему, на супер-мейджере плюс-минус нормальное место они заняли. Ну, не славилась команда ОГЭ стабильностью никогда, ребята. Ну, то есть вот заявочка на победу на Инте, это правильно понимаешь? Нет, заявочка на победу на Инте нет, но мы стараемся, чтобы... Ну, конечная цель — победить на Инте, нет цели победить на мажоре условно. Она есть, ну, ты приверёшь на мажор, чтобы победить, но она второстепенная. Я не просыпаюсь каждый день ради того, чтобы выиграть этот сраный мажор, за который дадут копейки и... Ну, и много дипси-поинтов. Единственный смысл от мажора — просто дипси-поинты. Так реально копейки. Вот сейчас пришли шейхи и показали, вернули старое величие, так сказать. Что думаешь по поводу шейхов в киберспорте? Ну, там сколько они там сказали, до 30-го года 40 миллиардов сунут? Что-то такое в киберспорт. Что тебе есть сказать? Меня это только радует. Меня никаких предметов нет. Если добавить, ну, разбавить доту турнирами было бы прекрасно, потому что... Прошлый формат DPC League был просто отвратительный, где ты играешь одну игру в две недели. Или одну игру в неделю. Одну игру в неделю. Одну игру в неделю. Абсолютная тошниловка невозможна. И у тебя это разбивает весь его трафик, потому что, ну, ты должен тренироваться ещё в промежутках перед этим, ты между этим, и ты ещё не можешь играть другие турниры. Угу. Что вроде, по-моему, это было запрещено по правилам Valve, но не уверен. Ну, в любом случае, с тем, что тебе надо тренироваться до игры, и потом тебе надо разбирать эту игру, и как бы, типа, до следующей готовиться. И ты в результате, там, у тебя один день это официалка, и, ну, у тебя, там, работа до два дня, работа после два дня. И у тебя нет особо времени на какой-то... Основная претензия в том, что формат турниров, и турнир, ради которого ты играешь, и лиги совершенно не стыкуется. Вот ты играешь DPC League, чтобы пройти на LAN и победить его. Но из-за того, что ты готовишь неделю, ну, это просто какие-то домашние условия. Ты можешь неделю готовиться к одной команде, готовить одну сорту, готовиться, ну, их победить. А на LAN-ах это не так. На LAN-ах ты играешь по несколько игр в день, у тебя иногда даже нету просто времени подготовить драфт. Ты буквально иногда, ну, типа, вынужден импровизировать, потому что тебя люди удивили. Но на DPC League такого нет, это просто был абсурд. Слава богу, это ушло. Новая DPC League мне нравится больше, но в целом формат маленьких турниров мне нравился гораздо больше, когда ты... ну, квала у тебя была. Ну, то есть, смотри, вот, получается, у нас есть два формата. Первый, как сейчас, и второй, который был, ну, условно, там, 5-6 лет назад, когда у нас были в основном коммерческие турниры, и был мажор, коммерческие турниры и инт. И коммерческие турниры были, там, разной величины, от 250 тысяч. Вот, и как ты считаешь, какой формат более играбельный с точки зрения каков, когда, вот, я помню, что там команда Na'Vi в 100 дней находилась в... Нет, но ты же не обязан ехать на каждый турнир. Ну, вот, если вот такой же формат, как раньше был, что ты постоянно летаешь, что у тебя нет времени подготовиться, что у тебя постоянно ланы. Если выбирать между чисто лановым форматом, условно, когда в онлайне, ну, раньше почти не играли. Ну, только мелкие турики, там, за 50-ку. Да, мелкие турики, квалок. Ну, вот, да, и было огромное количество коммерческих туриков. Либо вот такой формат, где у нас сейчас, ну, коммерческих туриков-то особо и не осталось. Вот сейчас, в этом году же, вот они и прибавляются. Шейхи. Отлично, спасибо, шейхи. Можно побольше, пожалуйста, золота. Не сказать, что можно побольше золота, но просто именно прайс полумажора, мне просто кажется иногда смехотворным, потому что вот они же отменили инт в каком-то году, и такой же оставили. То есть они собрали деньги, такие, ну, вам мы не дадим. Ну, нормально, чё, а сделать два батл пасса, с одного батл пасса деньги идут на инт, а со второго батл пасса деньги идут в карман. Чё, вы думаете? Так, и раньше же был, когда вот эти три мажора была система, где вот этот Eagle Song, Mystic Staff и Riffle, я помню, давали, там же были батл пассы отдельные под мажор. Это круто, я считаю. Под мажор. Компедиумы были, вот они как-то компедиумы назвались ещё. Компедиум вообще была классная штука, ну, вот, и система, вообще, я не очень понимаю, почему убрали систему билетов, потому что это мне казалось очень классной экосистемой, что там каждый, вот было большое количество коммерческих турниров, люди создавали контент в виде, там, курьеров, в виде вардов, в виде загрузочных экранов, ну, типа, и вот я там условно покупал, у меня до сих пор бегаю в доте с курьером Summit'а, это там такая хаски летающая, она может летать ещё, то есть она сначала бегает, а потом, когда апается, она летает. Мне кажется, супер мило, вот, и я до сих пор бегаю с ним, или там загрузочный экран, у меня там Starladder есть, это же было достаточно прикольно, мне кажется. Да, это точно было прикольно, не знаю, почему это ушло, но, возможно, думаю, часть причин, потому что Valve'ом насрать. Может быть, сейчас меньше насрать, но, в целом, типа, последние года три, ну, были такие тяжёлые, тяжёлые для доты. А ты общался с Сейсфрогом? Нет, я ни разу не видел Сфрога. Мы максимум, до кого нас допустили, это было на Инте, это был какой-то человек из Valve, который был на всех антах. Эрик? Посмотрим. Я не помню, но, в целом, он просто рассказал нам про TrueSide, то, что, типа, будет какой-то другой формат, и просто что-то ещё где-то рассказал, типа, что-то про доту, но я уже не помню. Как вообще происходит какое-то общение? Ну, то есть, вот там, вообще ноль общения. Ноль общения. Ну, вот, нам сказали, единственная инфа, то, что сверху, так сказать, которая к нам приходила, это то, что патч будет 20-го, всё. Ну, да, это уже в паблике, да, что CyberMet сказал. Ну, интересно, насколько раньше у вас появилась инфа, чем у CyberMet в Твиттере? Я думаю, примерно одинаково, потому что там это было, ну, неделю назад, плюс-минус, плюс-минус пару дней, нам просто вот наш менеджер скидывает в конфу сообщение, и, думаю, так было, скорее всего, со всеми менеджерами всех команд. Оттуда и пошло. Потому что просто есть, видимо, какая-то большая конфа, где большой дядь сидят. Может, всем пишут лично Valve, но, думаю, вряд ли. Я тоже не уверен, что всем пишут. Я думаю, возможно, что они использовали CyberMet как просто рупор, и от него пошло всё дальше. Возможно. То, что он же работал в Valve, я не знаю, работает сейчас он или нет, но раньше-то же он работал. Так, кстати, вот ты же мне говорил, не видел IceFrog. Так IceFrog и не было. Что ты мне говоришь? Как я мог увидеть IceFrog, если его не было в Доте буквально последние пару лет? Ну, ты знаешь, что его не было? Ну, то есть, это такой слух на фоне... Это было понятно, что его не было по тому, какие происходили патчи. Типа, в какой-то момент было понятно, что... Ну, менее глобальные патчи. Там сидят ребята, 2, плюс 2, минус 2, и всё. Ну, типа, больше они себе не позволяют. А IceFrog себе всегда позволял. Бам! Аутпост добавили. Ну, год назад же... Убрали шрайн. Бам! 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 Год назад меняли, там, руны, вот это вот всё. Ну, это прям вообще мелочи жизни. Руны воды — это вообще ничего. Нет, я имею в виду, что двигали баунти руны. Ну, это тоже мелочь. Это вообще... Блин, вот эта вот механика со шрайнами на базе, это было, конечно, немножко странновато, что ты стоишь на ХГ, тебя чего пытаются пушить, и ты просто подошёл к соседнему туалету и похилился, и манну себе этой генией вообще, и ты просто можешь стоять на ХГ почти бесконечно. Стратная механика была, но я не скажу, что против неё было. Было всегда приятно. Но было интересно, потому что... Прийти, скором, погреться на шрайне, на пятой минуте. Мне, на самом деле, это... Дота этим и нравилось, что ты каждые полгода условно играешь в новую игру. Ну, то есть в глобально новую игру, что там настолько меняется баланс, карта и всё остальное, новые герои, и что ты просто реально играешь в новую игру, и ты не можешь от неё устать. Думаю, ты завышаешь ожидания перед патчем. Всё, что я тебе могу сказать. Надежда на патч сейчас хорошая. Нету плохих предпосылок. Диванин сказали сделать большой патч, постарались, вернули... ЦМК плюс 2 морковый. Но я бы сильно не надеялся на валов, вот так скажу, в последнее время, потому что... Не представляешь, с каким нетерпением мы ждали вот этот патч, который нам выкатили последний. Я просто... Я просто радовался, я радовался, думал о Рождество, но я когда захожу читать чинжок, я вижу, что... Всех спасло. Есть первая строчка, в которой всегда самое важное исполнение по карте и по всему, и я вижу, что там что-то про сраные баги, и я такой... И там уже дальше идут герои и айтемы, я смотрю и понимаю... Вот прям очень сильно разочаровал, прям убило на месте. Ну, я на самом деле тоже ждал, что будет... Столько было нытья, про то, что патч такой долгий, и вроде как бы... Вообще интересно, чем занимался все это время Аэрис Прог. Вот эти слухи, что он там делает новую игру, это правда или нет? Интересно. И интересно, ну, то есть, вот как в Кейсе. В Кейсе ничего, в принципе, уже давно не сделали, но сейчас вот выплатят КС-2. Ну, мне кажется, что КС-2 это тоже не особо что-то поменяет. Это будет как переход Доты в Доту Эри Борн. Ну, класс, поменялась менюшка. Нет, проблема в том, что в фундаменте КС-а проблема в том, что у тебя основная функция в игре играть матчмейкинг. Ну, типа, вот первое, чем ты заходишь, как игрок, и он сломан напрочь. Проблемы с антищитом, проблемы... Как это? Что там было? Протикрейт что-то было, в этом я не разбираюсь. Абсолютно. Говорят, что какая-то полная революция, ну, пожалуйста. Если... Ну, это, ну, мне кажется... Я не настолько хорошо играю в шутеры, чтобы... В основном нытер один нытья, знаешь, это типа как это... Пинг! Пинганула! Лаганула! ФПС упал! Ну, типа... Это ты говоришь обычный обыватель, потому что, ну, в целом, я понимаю моменты, где вот они ноют из-за пинга, потому что, ну, бывает то, что вот ты видишь пиксель, и этот пиксель тебя убивает в эту полную секунду. Понятно, я говорю про то, что это еще один поэт, почему можно поныть по тикрейту. Ну, то есть, ты по-любому там, типа, ты играешь, ну, там, плюс-минус нормально, ну, условно, на уровне 4-5 тысяч доты ММР. Ну, то есть, ты уже там, типа, не базовый там уровень, ты играешь чуть лучше, и ты потом, ну, типа, любую свою ошибку такой, типа, ну, это тикрейт. Типа, ну, я не смог. Ну, тикрейт. Нет, если это так говорить, человек, который, ну, как сказать, лоуранга, обычный обыватель, то, ну, скорее всего, это просто фигня. Но когда это говорит... Ну, прошники особо не ныли. Не знаю, не знаю. По-моему, как раз-таки прошники ныли. По-моему, прошники радуются в первую очередь. А, ну, ты из вот этой скак. Мне, кстати, вот интересно, вот, если поменять матчмейкинг, вроде как, была инфа, что они хотят сделать такой же матчмейкинг, как в Доте, условно. Типа, и все почему-то там радуются тому, что будет такой матчмейкинг, а вопрос... Матчмейкинг в Доте имеют роль? Плюс 25, минус 25. Там же есть проблема в том, что ты можешь сыграть 11 матчей, и тебя повысят. А могут не повысить. Ты не знаешь никогда, когда у тебя повышается ранг. А ты можешь сыграть там три игры, и тебя повысят. То есть нету прозрачной системы, типа, плюс 25, минус 25. То есть в Доте она достаточно прозрачная. Типа, ты выиграешь, проиграешь. Вот почему-то там все очень радуются этой системе. Как будто... Мне кажется, между Дотой и Кресом такие... Каждый думает, что у тех что-то получше. Ну типа, ну в Кресе все получше. Доте его думает. А в Кресе его думают, ну в Доте, в Доте много денег, значит в Доте все получше. Как думаешь, что нужно сделать с матчмейкингом? Я на самом деле очень давно мечтаю об одном, чтобы вернулись сраные лиги. В каком-то был году. Ну в 14-м. Когда фейсит был? В 13-м. Да, когда был фейсит. Когда на пресс-пуск, где собирались реально профессиональные игроки, играли вместе, друг с другом. И это было настолько веселее, настолько интереснее и даже порождало много контента, потому что многие же стримили. Мне кажется, было бы очень прикольно, чтобы если бы кто-то возродил лигу, ребят, я в деле. А что с матчмейкингом в Доте не так? Думаю, есть проблемы с ролями. Я понимаю, что ее очень тяжело решить, потому что если ты хочешь найти игру вот именно только на Кэре, еще 10 таких же людей хотят найти игру на Кэре. И условно, ну, будет у некоторых кью очень долго. Но у меня с этим проблем не было, потому что я играю на САПе, просто поставил две галочки, нашел за... А на High MMR как играют? Вообще роли используют или все просто воплик играют? Ну, ты жмешь как? Ролевой поиск не работает после 7500 ММР. У тебя просто ищут обычный поиск. Он в принципе не работает? Или просто... Он не работает, он не включен. Ну, он выключается после 7500. А, просто выключается? Нет такой опции даже? Просто нет опции, да. Вот это интересная инфа. Такого нигде не написано. Дот надо больше играть, что-нибудь сказать. 7500 на дампу. Ну, да, чтобы 7500 опнуть. Ну, да. Это я на... Спасибо. Заплакать захотелось. Над Мишей пишу в прошлом году, потому что у него был момент, где он попал на ролевой поиск, и я с этого просто не мог перестать смеяться, потому что... Ну, он типа 7400 опнул и мог нормально искать игру себе наконец-то. Искать на САПе, чтобы не мучиться на коре, потому что есть такая проблема, что если ты условно тратишь по... свои годы на то, чтобы научиться играть на САПе, у тебя есть какой-то потенциал на коре, у тебя есть какая-то база, но если ты встретишься с сильным игроком скорой позиции, скорее всего, он тебя... Чпокнет. Чпокнет, да, да. Потому что приходил я вот условно в мид против Безема один раз на Пангалере, и он меня просто уничтожил. У меня не было ни одного шанса. Я чувствовал, что я просто грязная собака. Я ничего не могу сделать в игре, просто потому, что мне не повезло, не попался, мне профессиональный мидер против профессионального мидера. Ну, что мне с этим сделать? Ну, и да, вот в чем еще проблема Dota есть. Есть некие проблемы с токсичностью, но я не думаю, что их можно решить как геймдизайнер. Понимаешь, о чем я? То есть, ты можешь сделать какие-то более строгие правила, как у лойеров, то, что тебя может отправить LP условно за там 4 репорта, или там за 5 репортов, и вот это была прикольная же система введена, как она называется, типа, Overwatch, или... Патруль. Ну, то, что... Патруль, да-да-да, то, что вот кто-то может посмотреть это, но я думаю, что никто это уже не делает уже полгода. Вот после того, как эту фичу ввели, думаю, кто-то поделал по приколу, и потом все забили хер, думаю, на нее. Ну, тем более, я не думаю, что Хайм и Мэр там смотрят кто-то, то есть, на тебя это вообще никак не будет влиять. Но я репорчу людей, матчмейки, которые вот реально грифят, и вот то, что мне иногда не приходит, когда мне приходит сообщение, то, что спасибо, мы приняли меры, мне это... Приятно. Отчаивает, да, душу, мне спокойнее становится, знаешь, вот избавился от криминального элемента в этом матчмейкинге, но не... редко-редко это работает вообще. Ну, а так, ну, матчмейкин, матчмейкин вполне себе нормальный. Коснулись Миши немножко. Как... Как я стал игроком? Да, вот как ты стал игроком, и как вы вынашивали вот это вообще идею свапа, и связано ли это с результатами? Получилось ли... Да, это напрямую связано с результатами. Вопросик от Сережи, спонтанно ли это было, либо это был продуманный план? Не сказать, что это был продуманный план, но и не сказать, что это было прям спонтанно. Это не было сюрпризом для меня, потому что я понимал, вот когда был на тренере, что, ну, не работает, не включается химия, не кликается, понимаешь? У Миши с командой? Не то, что у Миши с командой, у всех со всеми. Вот так было, что... И в целом тоже началось, как-то сказать, такое легкое обострение ситуации, потому что, когда ты делаешь одно и то же, вот ты играешь, и у тебя не получается, но ты уже... Как будто бы у тебя другого выхода и нету, потому что, ну, ты постарался, ты сделал все, что мог, но не сработало. И вот к этому мы так и пришли. Это было сразу после квала, типа там один-два дня, вот как мы провалили квалу, один-два дня, вот мне говорят, типа, пойдешь играть. Я такой, ребята, поехали, конечно. Ну, и, наверное, ситуацию усугубило то, что Миша не мог выехать на турниры, и команда постоянно играла на лане с тобой? Нет, это было два раза. Это я один раз сыграл в Дубае в первом турнире, потому что у Миши была какая-то проблема с визой именно в Португалию. Типа он не смог бы вернуться обратно в Португалию, а в Россию было бы возвращаться ссыкотно, так сказать. Было второй раз, это в Малайзии, но это я бы сказал уже то, что Миша почувствовал то, что он выгорел с лекции конца, что вот он много дал команде, и вот у нас были примерно неплохие результаты. И я в тот момент как раз-таки сильно вдохновился Себом, потому что они вот играли Арленова Себом, как раз послушал, ну, слушал их в онлайне, как они играют в скриме, как это все. Мне очень понравилось, как ребята играют, я такой, да, ребят, с вами вообще играть одно удовольствие, погнали, погнали, погнали. И все, засел за матчмейкинг, поехал на турнир. Как оцениваешь свою форму на данный момент и на момент того, когда вы это решили, что слопнусь у нас? Момент, когда мы решили, она, очевидно, была хуже, потому что я доиграл матчмейкингов и награл героев. Типа, условно, если мы по цифрам, пусть будет 3 из 10, потому что я играл, условно, ну, там, 4 матчмейкинга от силы в день, типа, в свободные дни. Не говорю даже, когда про скримы, типа, скримы вообще не трогал. Но вот после матчмейкинга, там, условно, на 5 из 10 примерно поднялся. Примерно сейчас я на этом уровне и нахожусь. Плюс-минус может скакать от игры к игре, зависит от героев, от ситуации, от дня, возможно, зависит. Ну, возможно, плохой день, плохо покушал, все, болит животик, не могу играть. Но, ну, редко-редко такое бывает. Но, в целом, думаю, что есть, есть куда расти. В целом, что я как пятерка еще, не сказать, что у меня именно обширный херопул пятерок, типа, у меня есть условно свои герои, но сейчас они не сказать, что в мете. Приходится подстраиваться под ситуации, вот так скажу. Так что, ну, не скажу, что я величайший игрок на Дезерапторе за все время, но, в целом, глимс нажать могу, ребят. И, в целом, ну, примерно понимаю, как по лэнзе, как нажать свои кнопочки. А сейчас вообще в преддверии патча что ты делаешь? Ты просто жмешь? Ну, то есть, понятно, что наигрывать ничего и не особо... У нас... Это вот как раз таки мы возвращаемся к тому, что я говорил, то, что у нас бесконечный цифр официалок. И... Ну, маму, ты себя вносишь? Даже подготовиться к ним за трай... Ну, нужно какое-то время. Ну. Потому что нам надо присутствовать к драфтам, какие-то идеи, какие-то мысли, может быть, и так далее, и тому подобное. Ну, играю я, ну, матчмейкинга четыре в день, типа максимум. Могу сыграть, типа, шесть, если очень хорошее настроение. Если хорошие матчмейкинги. Но обычно, вот я сегодня проснулся, я получил первую игру, у меня Магнус... Чел ферспикнул Магнуса, качал... За ним его без ролла, без ничего, просто ферспик Магнус оффлейн. За ним чел пикает Пуджаб оффлейн, потому что он тоже хотел оффлейн, видимо. Не поделили ребята. И в итоге у меня Магнус фармит лес с Метеором 30 минут, я его ни разу не видел. Он не качал РП, он прокачал Эмпауэр, Скивер и плюсы качал. Просто качал плюсы. У меня с этого жопа сгорело просто нереально. Человек даже не пытается. В целом, что у вас у Вирага было? Что... Кто такое? Я бы не сказал, что плохая. Даже меньше тысячи у Вирага было. Ну, типа там шестисотнички, пятисотнички, трехсотнички, двухсотнички, где-то вот так. Ну, это просто какой-то рандом в результате заруинивать его. И типа подкосило, подкосило мое настроение за с утра знатто. Потом я нажал еще одну. И там ситуация, не сказать, что похожая, но тоже были некоторые элементы руина про... Можно было проследить, так сказать, в игре. И прям жопа сгорела окончательно. Дальше я такой думаю, все, ладно, пойду готовиться к играм. Потому что... Как происходит подготовка? Как происходит подготовка? Мы собираемся в Дискорде. Иногда я, Миша, плюс один, плюс два, один рандомный члены команды. Но в основном мы собираемся именно все, потому что мы готовимся именно к драфту. Изначально готовимся, прорабатываем дабл пик, ферст пик. И... Как происходит этот процесс? Смотрим на вражеских героев, думаем, какие из наших хорошо в это подходят. Или как их так, допустим, обхитрить. Допустим, вот они там берут условно на Дезераптора своего бестмастера, а у нас есть какой-то отличный ответ на бестмастер, и мы хотим, чтобы они взяли условно этого героя. Вот так, например. Ну, по-разному, по-разному бывает. Сколько людей, столько и мнений, потому что у нас иногда бывает и шесть человек, и всех, возможно, надо выслушать. Иногда кого-то и не надо выслушать, так сказать. Иногда кому-то надо, кого-то надо успокоить, можем мы играть вот так. Не сработает это, не получится. У кого право последнего выбора? Не сказать, что у кого-то есть право последнего выбора. Мы стараемся это как-то более демократично сделать. Я согласен, что так и должно быть, но все равно как будто такое ощущение, что кто-то должен брать на себя. Если ответственны все, то не ответственен никто. Да, я понимаю, что сейчас, вот как раз-таки даже после сегодняшнего дня мы больше и доверие к Мише проявили в этом. Теперь он более и его голос более важен, чем у других, если ты спрашиваешь про это. Что делает Миша сейчас в команде и чем это отличалось от того, что делал ты? В целом мало чем, но я скажу сразу, что в последнее время, именно как тренер, я уже начал выдыхаться, потому что очень много я пытался, типа вот в первое, когда мы только собрались, поиграем, по людей собирать, какие-то идеи именно про лейнинг рассказывать, про игру, про все-все-все на свете, про доту в целом, но есть тоже такой элемент, то, что ты это делаешь на протяжении полгода, и тебя это просто достает, ну, в один момент, ты понимаешь, что ты не знал для этого, я не СЕП условно, то, что, типа, я выдал все, что мог, я пытаюсь вам помочь, как могу, всем, что у меня есть, но я начал даже чувствовать, даже сам, то, что, ну, этого недостаточно, это не тот импакт, который сделает нас чемпионами, вот так сказать, а Миша, он в целом более зарядный, потому что его тоже очень, типа, в последнее время, вот когда мы доигрывали с Мишей, тоже были проблемы некоторые с атмосферой, и на нем это тоже больше всех сказывалось, потому что, типа, шишки на него условно прилетали, ну, понимаешь, это убивает желание играть в доту, потому что, вот, ты приходишь, ты не можешь ничего сказать в ответ, потому что, тебя просто флейм, потому что, типа, ты условно нуб, вот тут ты проебался, было, было тяжело, и в целом, вот он как тренер, тоже, что он делает? Он лучше меня в плане морали работает. Можешь спич сказать? Да, в целом может. Работает он в плане драфта, в плане лейнинг, ну, и все доты, механики он тоже делает. Но просто более, так сказать, свежий парень. В этом деле. И в целом, ему тоже больше в кайф. Ну, то есть, как будто все получилось у вас достаточно органично, и как бы каждый на своем месте. Правильно я понимаю? Так точно. Так точно. Опыт тренерства помог тебе пересмотреть свое видение? Какая? Стал ли ты больше понимать доту на каком-то уровне? Точно стал больше понимать именно на командном уровне. Именно то, что как именно команды играют и оппоненты, и наши, и как это должно строиться вместе. И в целом, в стратегическом плане тоже это как-то помогло. Что я лучше начал условно героев понимать. Но практику, типа, условно игрока, это не заменит. Если ты хочешь быть игроком, так скажу. Ну, и мемо все равно надо ждать, чтобы форму держать. Да, да, да. Слушай, вспомнил еще про лигу кавалерия. В КСе, как бы, лига вот эта вот постоянная вещь, в Доте, как бы, в КСе она как бы приживалась, а в Доте она постоянно, ну, не приживалась. То есть было несколько лиг. Была лига Пупея, я помню, он делал, вместе с Фейси там. Но каждый раз лига упиралась в то, что игроки такие, блин, ну зачем, типа, надо ждать, я лучше нажму ММ. Это бывало по-разному, во-первых. Я думаю, что ты тут не прав. Есть такое, что ты говоришь, что лига не приживалась, она потихоньку умирала. Но она умирала, во-первых, из-за того, что в основном, из-за того, что начали приглашать хуй пойми кого, условно, без обид, для тех, кого пригласили, так сказать, но тот кайф от игры, от лиги именно потерялся. Ну, а как другие лиги умерли, я не помню, но основная причина, я думаю, в том, что вот начали, перестали следить за играми, за волчами. Как понять, кто хуй пойми кто? Ну, условно, я тебе скажу примеры с 2012-2012 года. Вот я смотрел стрим-трейда, там была лига, были, вот сначала играли специальные игроки, все там из первого дивизиона, которые ездят по ламу, потом начали звать, типа Витюшу, Дубаса. Баунти Хантер. Да, вот этих ребят, и типа, ну, слова стримеров, типа Кудеса. Ну, Дубас был, а потом еще игроком, можно сказать так. Ну, возможно, да, но он не был игроком того калибра, с которым люди хотят играть, все вместе надо. То есть, только первый дивизион? Условно? Я думаю, что первый дивизион, но можно делать исключение, нужно делать исключение, но должны быть люди, ответственные за то, кого они инвайтят, и то, что они должны это тоже чистить иногда. Должны быть какие-то меры, то, чтобы, условно, туда не забрался, кого бы не обидеть, да, что бы. Ну, типа, вот, условно, Серега, вот, да, вот, Серега, вот, не играл в год и попал на лигу. Играет сейчас вот с Дурачье, с Элари, Тофу, с ребятами из Туру, неправильно это. Тогда не окажется, что игроков слишком мало? Я не думаю. Ну, сколько у вас? У нас есть игроки из Европы, из СНГ, возможно, В первом дивизионе вас, сколько, 40 человек? В семь команд, действительно, 40 человек, тут ты прав. Нет, можно звать второй дивизион, нужно звать второй дивизион, но должны быть люди, которые за этим следят, чтобы, вот, если есть условный чел, который руинит, который встает в ФК, руинит все настроения. Ну, понятно, его кикаем сразу. Да, мы его просто, из Станта, он должен вылетать. Там можно даже какую-то систему, типа, 10 репортов с лиги прошел. Мне кажется, это должны отдельные люди как-то этим заниматься, потому что... Какой человек это должен быть, чтобы все бы ему доверяли, и, типа... Личность тебе назвать, или ты имеешь в виду? Ну, да, это, наверное, должна быть какая-то личность, кому ты можешь доверить такое, ну, то есть, ты не можешь, чтобы какой-нибудь, там, шейх нет. Это игроки, которые, ну, типа, либо в прошлом, либо сейчас. Они проигроки. Они должны и выбирать, с кем играть, так сказать, себе подобными. То есть, это условный шач должен быть? Должен решать? Нет, не шач. Я думаю, Сеп и Йохан, например, отличные кандидаты. Например, Йохан отличный кандидат. Например, Пупе отличный кандидат. Ну, понятно, что им, скорее всего, впадло. Впадло. Но, вот, условно, допустим, если кто-то загорится этой идеей, то найти людей несложно. Я думаю, даже, условно, вот сейчас из активных проигроков тоже можно выбрать. Типа, условно, Селери, Тофу, они отличные ребята, и я уверен, что они не будут в своих интересах это использовать. Может, и будут, но не сказать, что... А в чем смысл проигроку жать не ММ? Чтобы... А в чем смысл проигроку жать ММ, если там только цифры? А лига раньше мотивировала чем? Деньгами. Если дадите денег, отлично. Но, думаю, вот это тоже, да, одна из проблем лиги. Ну, там все равно такие, какие вам? Вам нужно какие-то заобочные деньги? Там была пятера, нет, там была пятера за первую месяц, что это нормально? Тебе вот это, вот это ты... Игрок из первого дизиона, что он там, ну, вот условно пьюра, он там типа получит на пятеру больше, он что, замонтирует это? Или рамзик, ну там, ну... Не окажется... Мне кажется, ну, то есть, ваши там условно зарплаты и призовые настолько не сопоставимы с наградой, которую может дать лига, что там пяти... Это пятера. Это шанс для игроков как раз-таки тех, как сказать... Не то, что второй шелон, второй шелон звучит слишком грубо, это прям суперкрасивно звучит. Это для игроков, которые не занимают стабильно хорошие места, не находятся в богатой арги, которые их типа суперсильно кормят. Вот даже типа условно ребята из Hellraiser. В чем это не шанс для DeepRest Kids доказать, что он лучший, при том, что он не зарабатывает сраных денег никаких с арги, ну, не зарабатывал до этого типа с Хэр. И на турнирах он тоже не то, чтобы много заработал. Типа вот такие обычные ребята, почему нет? Ну и вот мы попадаем в пул того, что хотят стараться только игроки не второго шелона, потому что второй шелон забанен на слово, вот, и игроки первого шелона типа не хотят стараться. Не так же хотят стараться. Ну то есть... Так они будут все равно стараться, ты же понимаешь, что в этом и смысл риги, в том, что если ты себя будешь вести, так сказать, неблагоразумно, то что тебя могут убрать. Вот условно, если ты... Как это вообще можешь определить? Старание от нестарания. Вот я условно зайду на ЦМке, сыграл я 1-5 на Рубике, но ты мне скажешь, я не старался, а я тебе скажу, почему... Нет, просто там условно уровень мотивации твоей будет, ты такой типа... Так а зачем тебе мотивация? Смысл лиги в том, чтобы люди хорошо могли провести время друг с другом. Мне кажется, в этом и основной смысл лиги был, в том, чтобы... А мне кажется, смысл условно повторить кланвар, но не поддержать свою формулу и улучшить ее, кнопки пожать. Матчмэкинги. Но просто я тебе говорю к тому, что лига, она добавляет элемент социализации. То, чего в Доте как раз-таки сейчас мало. То, что люди будут знакомиться друг с другом, ну, типа, знакомиться, дружить и так далее, развиваться вместе. И в целом, мне кажется, это отлично. Как мил. Просто вот даже в Кэйсе лиги все время умирают. И там то есть... Фейсид же живой. А? Фейсид же живой. Фейсид уже не такой живой, как был раньше. Ну, то есть сейчас Фейсиду прям плохо. Возможно, это проблема в Кэйсе, а не в лиге. Потому что Кэйс теряет. Нет, потому Кэйсид не потеряет. Он чуть ли не каждый месяц бьет... Мы не говорим про зрителей, мы говорим про игроков. Мы говорим про то, что условно... Каких игроков теряет Кэйсид? Которые играют в лигу. Ну, так в том-то и дело, что сейчас и лигу-то особо и не играют, потому что на самом деле у меня нет причин, почему лигу не играют. Я знаю, что она просто умирает. Что лига у них в... Даже в их формате лига умирает. Главное, что она у них была... Вот эти моменты нарезки, где там Моноси убивает Симпла, где они играют в одной команде, это же прекрасно. Это отлично. Это так и должно быть. Это прикольно. Это гораздо интереснее и для зрителей, и для игроков. Я вот думаю... Знаешь, какую я придумал идею? Что это должен быть... Что это должна быть какая-то спонсируемая лига. Да. И лига должна... Ты хорошую на идею натолкнул. Лига должна быть развлекательная. Развлекательная лига. То есть, это должно быть... Там, условно, мы берем там супер узких пул. Ну, то есть, понятно, вот у вас 40 человек, еще там, условно, берем второй дивизион. Ну, вот, а, хотя мы берем два региона, и там, условно, мы набираем 100 человек. И параллельно, ну, сколько там будет играть игр? Ну, скорее всего, одновременно штуки 4. Ну, то есть, там, 40 человек будет играть. Притом, наши... Хотя прожилки постоянно жмут. Ну, в общем, не суть. И сделать стримы. Эти игры не просто, чтобы... Я понимаю, ты хочешь, чтобы сделать с внутренней кухней эти игры. Я понимаю, о чем ты. Не то, чтобы даже... Ну, с внутренней кухней, просто, чтобы эти игры, вот Моноси против Симпла, они могли бы доходить до кого-то там с помощью... Вот тут у нас до нас доходят с помощью хайлайтов, а тут, условно, с помощью стрима. Вот это вот, возможно, было бы интересно. Ввести туда элемент соло. Да, да, смысл лиги. Да, да, можно. И куча же проигроков, вот когда были лиги популярные, я же смотрел лиги. Я рос на том, что я смотрел, вот, как Дредд играет в лиге соло. Я тоже хочу там быть. Вот и все. А, честно, ты уже дорос до профессионального игрока, а лиг нет. И нет, а гештать не закрыть. Ну все, надо делать лиги. Я думаю, надо взять экспертный вопросик от Сергея Брагина. ПДМчик, вопрос. Что изменилось с приходом ДМа и как вообще произошел этот трансфер? Вы из супер, скажем, интернациональной команды очень переросли в СНГ-кружочек вместе с Тайгой. Главный язык команды изменился, но бывает, что мы иногда разговариваем на русском между собой. Это когда, типа, нету условно томик, когда мы не в игре, когда мы разговариваем о своем. И на английском мы уже привыкли разговаривать с прошлого года и сказать, что языковая барьера у кого-то есть. Нет, такого нету. Прекрасно. На линии, когда стоите? На английском? На английском. Все? То есть нету такого, что типа, бля, пошли его, ебли? Не, недавно Артем предлагал, типа, да скажи ты на русском, потому что у меня один раз была какая-то проблема, с тем, что я пытался объяснить мысль, но это занималось слишком долго, а момент происходит слишком быстро. Так что в целом есть какие-то, ну, можно каких-то моментов сказать, то, ну, да, можно сказать, но в целом все равно основной язык английский. Он и будет таким всегда. Даже если у тайги не будет. Безем, хоть и иногда показывает пугающее знание языка, он какое-то предложение, вот прям, ну, нормально может сказать, что-то про мать тебя может вообще на раз-два закинуть, что угодно. Он может, ну, ругается на русском, он хорошо, но я бы не сказал, что он прям суперэксперт. Но что-то да может. Но ему точно комфортнее на английском. У Г всегда была командой, командой игроков. Вот сейчас как обстоят дела, какое у вас взаимодействие с организацией, чувствуется ли, не знаю, централизация аргии на игроках появилась там, я не знаю, вот там есть, в самом начале, наверное, там было, типа, все достаточно просто, а сейчас это уже большая мультигейминговая организация, появилась там бюрократия, что, как вы вообще, какое у вас взаимодействие? Именно между нами и организацией. Организация взаимодействия минимальна. В плане того, что, хотя они у нас контент-дэй, мы им типа даем контент-дэй условно, вот и все наше... Как происходит выбор контент-дэя? Ну, это мне не заранее планируют, когда мы вместе собираемся, то, что вот у нас есть какие-то обязательства перед спонсорами, и мы вот должны что-то отснять. И вот мы приходим, отснимаем, и все. И это очень редко происходит. А в контракте у вас сколько прописано дней контентных? Понятия не имею. Честно тебе скажу, я свой контракт в глаза не видел. Я думаю, это связано с историей того, что ты был большой фанат, и там OG, да, просто подписал. Берем. Так и есть, так и есть. Ну, да, в целом вайб того, что Arga делает все, чтобы игрокам было комфортно играть, он остался. То есть он действительно есть, и упор на игроков очень приятно, очень приятно. Но и как раз таки вот то, что ты говоришь, централизованная бюрократия, этого очень мало, этого очень мало. в этом плане. В этом плане я бы сказал, вот, было две лучшие Arga, в которых я когда-либо играл, это была одна Na'Vi, и вот вторая OG, просто потому, что она более как-то профессиональная была, потому что там было и больше кадров, и они больше понимали, что они хотят вообще делать как бренд условно. Ну, OG просто потому, что была волшебная организация. Всех люблю, всех люблю, все лучше. Про политику может накинем? Опасная очередь. Не, мы не пишем в это, про политику не пишем. Боимся? Понимаю. Боимся. Боимся, и не хочется подставлять тебя. Ну, знаешь, ну, типа, я... У бабушки может быть инсульт, у бабушки будет сразу инсульт, моментальный, если она это увидит. Ну, типа, я-то могу сказать, ну, все что угодно, но я не хочу тебя подставлять, понимаешь? Ну, типа, это все-таки, мы разговариваем здесь вдвоем, и, блин, ну... Я понимаю, но в целом просто есть такое даже ощущение иногда, что очень мало говорят, типа, именно в доту-кругах. Не сказать, что это пиздец, типа, что-то изменит, вот, я бы не сказал, не почувствовал, что то, что вот я сейчас, типа, что-то афиширую, и пиздец пойдет процесс, так сказать, в хорошую сторону, но, да, так что, так оно и есть, но кажется, что в доте именно мало-мало такой инфы. А кто должен ее доносить? Ну, вообще странно, наверное, наверное, никто, ну, потому что я не могу сказать, типа, вот, ты и ты должен что-то сказать, потому что, типа, все мы люди, все на очке лютом. Я не возвращался в Россию, я в последний раз был в России полгода назад, потому что я на лютом очке туда возвращаться, потому что, понятно, что я не могу, условно, пойти против государства, потому что вот сейчас и пойду, мне к родителям, условно, вот придет товарищ милиционер, и все. Они, ну, типа, я им просто поднасрал. И в целом глобальную картину это никак не поменяло. Так что, ну, да, что есть, то есть. Но кажется иногда, что таких разговоров в доте не хватает, потому что, ну, в целом, настроение какое-то, оно должно формироваться у людей, понимаешь, о чем я? Да, понимаю. В доте, ну, как бы, все приехали в Сербию, и до при этом, там, типа, спокойно ездят в РФ. Ну, то есть, сейчас вот все съездили в РФ за визами, спокойно. Я понимаю, но когда момент, рассказываю, как мы получали, почему я не поехал в Германию. Вот сейчас. Приходим мы в посольство в Сербии, первый раз, в немецкое посольство. А подожди, ты не едешь сейчас в Германию? Я не еду в Германию, у меня нет визы. Как так? Ну, вот сейчас расскажу. Давай. Приходим в первый раз, в германское посольство, в немецкое, просто приходим, в какое-то случайное посольство, ну, немецкое посольство, вот на карте. Мы приходим, говорим, можно у вас сделать визу? Говорят, записывайтесь, мы с вами разговаривать не будем. Пошли вон. Мы такие, ну ладно, тут ничего не поделать. Уже подсобрались, начали напрягать связи, так сказать, начали спрашивать людей, как, что, почему, как они делают в Сербии. И вот узнали, что есть визовый центр, как раз такими местами. И вот мы туда уже пошли со всеми бумажками, всё у нас готово по высшему разряду. Бюрократии я готов закидать их с ног до головы, но они нам говорят, что вам нельзя делать визу, потому что у вас резиденция меньше шести месяцев. И вам нужно получить специальное какое-то разрешение, чтобы вот вам сайт, вот вам номер телефона. Мы выходим с немецкого посольства, сразу зазвоним, Миша смог себе забукать следующий appointment, но он не имеет никакой силы, пока у нас не будет условно разрешения сделать то, что у нас себе шесть месяцев нету. И я пишу им на имейл, в первый же день вот буквально возвращаюсь, пишу имейл, проходит четыре дня, никакого нахуй ответа. Это я вот ещё про сервию ещё могу что-то накинуть потом, но сейчас о визе. Никакого ответа, абсолютно четыре дня. Они отвечают мне, вот тебе нужно скинуть эти документы, я им скидываю, и мне приходит какой-то абсолютно дебильнейший скриптованный ответ про то, что что-то мы этим не занимаемся, вот вам сайт, держите, ебитесь с этим сами. А мы уже appointment, мы уже appointment-ы все уже разобрали. В итоге мы не успели сделать эту бумажку, и не можем делать appointment, потому что следующий доступный appointment уже был где-то 27-го числа, который можно забукать. А через агентство какие-то не помнили? Там никак забукано, перебукано? Нету, нету никаких подвязочек, к сожалению. И арга в этом нам тоже помочь не может, так что надо как-то с ним решать. В целом станем тоже умнее с этим. Начали вот сейчас, мы начали работать с ребятами с NG.org, которые, ну, разбираются в этом деле. Типа вот с Гуниной мы перестали, у Деколана мы спрашивали тоже много чего. Ну, вот так вот вышло, что нас немецкое посольство опрокинуло через хуйню. Ну, немецкое посольство, ну, это на самом деле тут как бы к вам тоже, я как человек, который ну, сейчас сделают визы, ну, типа, к вам как бы есть вопросики, потому что немецкое посольство сейчас, это, ну, с этим паспортом туда очень сложно получить, и ровно поэтому все, кто сейчас едет на мажор, у них какая виза? Не немецкая. Да, мы планировали сделать изначально португальскую визу, но нам сказали в португальском посольстве, именно визовом центре, так сказать, португальском, то, что вы будете больше дней находиться в Германии, поэтому вам нужна германская виза, и в целом у них, как сказать... Так, блядь, он нахуя это говорит? У них брали очень строгие. Я тебе, вот, я рассказываю историю. Вот мы едем из Португалии в прошлом году на Риат, по-моему, и у нас, у Миши была чуть-чуть просрочена виза, потому что мы были в Португалии, мы подавались на португальскую визу, обновляли ее, и вот, ну, типа, за счет этого жили. И у Миши, типа, она там на неделю где-то просрочилась. Ну, это серьезно. И вот мы приезжаем, у нас самолет из Португалии в Германию, и из Германии в Риат или в Дубай, я не помню. И вот мы приезжаем в Германию, паспортный контроль там внутри этого, ну, в внутренней зоне, понимаешь, аэропорта. Даже у меня, ну, вот, я же был в дубайском аэропорте, такого даже нету, который, как это называется, внутренняя зона, ну, где ты не выходишь из аэропорта, зачем вам там паспортный контроль? Транзит. Да, вот, в транзите. Миша проходит паспортный контроль в транзите. Они видят, что я с ним, вот, например, заходим мы по разные стороны, и меня начинают мусолить по тому поводу, типа, вот, а где твоя виза на каких-то тут основаниях? Вот, 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 я им все показываю. Я минут пять с ними срался, ну, доказал, вот, вот, ребят, смотрите, вот, я был в Португалии, вот моя португальская виза. Отъебитесь. Вы вообще, что доебались до меня? Я не понимаю. Я вообще в Дубай условно лечу. Что вам надо? Я просто проездом, дайте на самолет сесть. И Миш в это же время просто отводят в... Говорят, вот, ты просрочил, отводят в какую-то нахуй тюрьму и просто не пускают на рейс. Ну, конечно, он в ЕС и по просрочной визе, но это вот как бы... Так это же транзит, это же абсурд. Я же не в ЕС остаюсь, это же не... Ну, это никого не ебят, ты не должен был быть в ЕС в принципе. И вот так мы Мишу и отправили в Африку, чтобы он долетел до Риада. Ну, то есть, его все-таки дали, разрешили вылететь. Да, он из тюрьмы вышел. Из тюрьмы вышел. Из тюрьмы вышел, просто пропустил рейс и его отправили на каком-то случайном... Ну, мы забукали следующий тикет, какой-то наше челок, какую-то Африку, там вообще хёпнишную историю, это ему надо рассказывать. Патент на эту историю у него пусть будет. А кто вместо себя будет играть? Вместо меня, кто будет играть, мы еще не определились, но... Не определились или не на нас не было? Все, кто ждут Себа, Себа не будет, потому что у него личная жизнь. К сожалению, вот недавно женился. Жена. Жена. Проблемы, одни проблемы. Проблема жена? Ну, он-то по 30 пабликов в доту играет, он как бы готов и, возможно, и разъебать этот следующий мажор был бы, если бы было, так сказать, желание и время. Ну, там медовый месяц? Не знаю, не спрашивал лично. Он просто сказал, что, типа, я не буду. Да. Сказал, что... А вы, ну, какой шорт-лист, кого хотите? Ну, выбираем, наверное, просто из первого дива Европы, скорее всего. Ну, из тех, кто не прошел, типа, Entity. Ну, из тех, кто есть вид. Ну, скорее всего, кого-то просто, ну, из, знаете, возьмем либо Фишмана плюс Тоби, либо, возможно, кого-то из них. Но это тоже мало... Это мало вероятность. А вы с ними общались? Мы хорошо общаемся с Ваньком. Безем вот общается хорошо. Тоже есть какие-то подвязки, типа, ну, есть у нас знакомство, так сказать. Так что, ну, кто-то вот из них, да, будет. Просто если он не с Фишманом общался, он, наверное, уже не собирается в Берлин, вот. Но если соберется, это, конечно... Да-да, так он еще не знает сам. А, он сам. Он не знает его еще. Просто уже, как бы, извините, 17-е часо. Да-да, поэтому там же цивилизованные люди. Это не как мы, грязный скот, которому нужно получать визу. У него уже есть виза. Он в Польше. Об этом сообщил. И, типа, ну, у Тоби тоже по-любому есть виза. Он же обычный европеец. Обычный европеец с паспортом, так что у него вообще не должно быть никаких проблем. Да-да. Можем про Сербию чуть-чуть накинуть. Давай, у меня как раз-таки там один из вопросиков. Сколько ты уже, получается, живешь? Я живу примерно полгода. Чуть меньше. Мы приехали после Инта сразу. Угу. Вот в каких датах был Инт? Ну, он в ноябре был. И вот сейчас, до сегодняшнего дня. Угу. Где живешь? Как устроился? Живу не в центре. Взял себе однушку, потому что цены что-то взлетели. И у нас все уже решалось на Инте. У меня, я три дня разговаривал с юристом, который, ну, и у них была вот поделка, которая помогла мне снять квартиру. Три дня мы звонили. Они говорят, нет, 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 не берем иностранцев, иностранцев не берем. Ну, их можно понять. Тут понаехало, я вот как-таки недавно рассказывал, что, ну, типа, ценники были, вот мы когда-то здесь поезжали раньше снимать, ну, то есть мы здесь уже снимаем, ну, два года назад снимали здесь по месяцу три раза. Вот. И раньше там нам показывали, там, типа, огромный дом, 400 долларов. Сейчас за 800 однушечка. Я за 700 снимаю однушку, даже не в центре. Но в целом в нормальном районе, недалеко от центра. А ты где живешь? Ну, как твой район называется? Это там Новый Белград или ты, наоборот, в правую сторону? Я искал бы вправо по карте от Старого Белграда, вот так вот скажу. Вверх-вниз? Вниз вправо, вот так скажу. Понятно. У тебя там двухэтажная постройка в основном или нет? Нет, у нас многоэтажки. Ну, типа, не многоэтажки, типа, пятиэтажки, вот такие разные новостройки, плюс-минус. Как тебе вообще, в принципе, вот ты рассказал, что тебе вот на визовую историю, что ты хотел... В целом, бюрократия тут адская. Она меня ебёт. Вот мы приехали, я был просто... В чём у меня основные придачи к Сербии? Во-первых, банки абсолютно... Это просто ад, это жопа. Они настолько далеко от цивилизации, насколько возможно, чтобы получить... Я зарегистрировал ИП и пытался получить на него деньги. Знаешь, сколько на это времени у меня ушло на это? Две недели. Чтобы сделать ИП? Да, у меня ушло две недели. Но чтобы получить первые деньги на него, ушло два месяца, потому что... Потому что мне нужно, чтобы получить мои деньги, мне нужно написать имейл, во-первых, которого я не знал, мне не сказали эту информацию, что мне вот нужно написать на этот имейл, что мне нужно получить деньги, что мне нужно какие бумаги собрать при этом. И типа вообще процесс никакой не объяснили мне по итогу. Типа мне сказали, вот сделал это и это. Получи деньги. Я сделал это и это, и я был опрокинут через хуй, просто моментально. Я две недели чатился с этими челами на имейл. Я просто вот с утра просыпаюсь, как в странный офис, чекаю свои имейлы, смотрю, что мне написали. Я говорю, как получить деньги? Они говорят, так, так. Я делаю так, так. Денег нет. Ну типа не происходит ничего. Банковское приложение никакого нахрен нет. У них есть веб-сайт и всё. Вот есть веб-сайт, который работает абсолютно отвратительно. Интерфейс из двухтысячных? Интерфейс из двухтысячных абсолютно. Типа сайт абсолютно бесполезный. Вот на нём всё, что можно сделать, это узнать баланс. В основном другие его функции просто бесполезны. И их не существует. То есть я ничегошеньки не могу сделать с этим. И я с ними срался. Ну не срался. Где-то у меня месяца два заняло, чтобы получить свои первые честно заработанные деньги на свой сертификат, чтобы начать платить сербские налоги. А чтобы платить налоги, я даже, ну, возможно, типа я просто тупица. Не знаю, как это делать правильно, но мне надо идти, просыпаться, идти на почту. Когда ты последний раз был на почте в своей жизни? Ну, вообще, недавно у нас был розыгрыш. Я отправлял молодому человеку его выигрыш. Так что был примерно за день до выезда в Белград. Ну, в принципе, я понимаю твою боль. А я вот прихожу с утра, ну ладно, не с утра, но условно, в любое время прихожу в почту, я стою в очереди со своими вот бумажными счетами, буквально вот бумажки, вот мне пришли. И мне стою их, оплачиваю самолично. То есть, в интернете это нельзя делать. Я не понимаю, я отвык от этого. Я слишком молод для того, что... Мне кажется, ты что-то делаешь явно неправильно, и тебе нужна помощь, и ты, мне кажется, надо... Ну, ты же есть в НЖ, как я понимаю. Ты в НЖ сделал себе белый картон, и вот это все дело. Да, да, все это есть. И, возможно, тебе надо спросить у той же доколана, что... Как делать, как платить налоги, потому что у нас, когда игроки здесь были, за них все делали вообще без проблем. Насколько мне... Вы ходили на почту за них, что вам тебе сказать? Ну, нет, вот я не слушал никогда про почту, Женя не рассказывал про почту, так что не думаю, что кто-то ходил. Не знаю, не знаю. Ну, вот такой у меня пока экспириенция в Сербии. В целом, не сказать, что много претензий к Сербии. В целом, с сербами вообще проблем никаких нету. Когда первое время приехали, были проблемы с такси, потому что вот ты когда в час пик... Не поезжают. Их просто нету. Я просто жду по 20 минут, чтобы ко мне приехал такси. Не приезжают. Это одна из проблем. Пока машина, говорим, трафик, вообще сумасшедшие люди, психи, которые здесь катаются, все биби, каждый считает своим долгом, вот почувствует себя, знаешь, вот они злятся и начинают бибикать. Просто вот ты секунду простоял на светофоре, типа вот лишнюю секунду, они пиздец бизнесмены, у них все горит, у них сделка через 5 минут. Я просто вдалываю в этот руль. У меня люди, которые здесь ездят на машину, сумасшедшие. Никому не советую здесь ездить на машине. Потому что вот, кстати, о машинах пока мы говорим. Купил себе машину до вот того, как... Нихуя себе. Долго, долго на сбережение. Мазду, тройку, вот беленькую, вообще пушка, бомба. Я успел на машине поездить месяца два от силы, и все. Вот сейчас я не видел машину, но после того, как я увидел Пилград, я понимаю, что ну тут вообще это лишнее, это лишнее. Я лучше пешком дойду или на такси доеду, если поймают. А так претензии других вроде нет. Ну, еда, еда, люди... Еда в целом очень жирная, очень большое количество прям жирной такой еды, с которой ты прям пузо можешь набить. Но есть альтернативы, но они дорогие. В этом проблема. Ну, понятно, что есть типа альтернативы сделать самому. В целом, в продуктовом плане проблем тут нет. У меня буквально под домом в трех минутах стоит рынок. Я типа могу себе пойти купить, что хочу. Я знаю, где ты живешь. Все, я понял, где ты живешь. Потом проверим твою догадку. Но, и в целом, ну типа можно делать самому, но понятно, что я играю в доту, и мне невероятно впадло делать бытовые вещи. Вот у меня, когда на стирке, типа вот мне надо постирать вещи, у меня копятся, ну типа они неделю-две. Потому что, ну что, я буду пару носков стирать, а потом, слушай, ну что это такое началось? А про то, что типа приготовить еду, ну это вообще кошмар. Это реально сложно. Но есть альтернативы, да, вот еды, но они более дорогие. Именно здоровый. Пробовал здесь кейтрик, так это называется? Вообще, вообще не понравилось. Типа я неделю где-то его поел, и потом понял, что... Еда невкусная, холодная, что... Да, ну, сами-сами блюда мне не понравились, так сказать. Ну и понятно, что когда вот уже ты приезжаешь, и оно вот холодненькое, тоже хочется горяченькой еды. Ну да, да, да. Но альтернативы уже понятно, что типа что-то жирное вот это заказать тоже не всегда. Но понятно, что иногда ты такой, оп, можно и подхалываться хорошенечко. Ну хлеб, масло и жирное мясо, это все, чем все, чем сербоедина. Мы когда в первый раз сюда приехали, мы жили в отеле Югославия, там где... Я знаю, я знаю. Да, вот. И, короче, прикол был в том, то, что мы там ходили на завтраки, обедали мы где-то, где-то там, либо у нас вообще, ну, в смысле, где-то, либо на улице где-то, либо у нас обычно в основном не было времени, поэтому мы ходили в эту бургерную. С нами был Женя. Я был в этой бургерной. Монстр или что, как он называется? Грин-бургер, короче, он его ел. Потом у нас съемки с пяти часов, там, условно, до двенадцати, до часу. Уже ничего не работает. И где мы едем? В бургерной. И вот, это просто день сурка, где ты ешь это масло, этот хлеб с утра, эти чивапы жирные, которые ты нажимаешь, из них просто вот такое вот озеро с жира. И это, я не знаю, как люди здесь живут, но на самом деле не так, чтобы сказать бы, что много толстых людей. Тут, в принципе, ну, я бы сказал бы... В сербане высотой идут, да. Достаточно среднего типа служения, они, блин, много, особенно девушек высоких, прям, прям они все достаточно, я вот себя вот метр семьдесят четыре чувствую иногда таким низковатым. Ну, то есть, там, в наших широтах там особо нет такого, ну, типа, я средненького роста, так скажем, а здесь, по-моему, я такой... Да. И я метр восемьдесят тоже чувствую себя маленьким, это нормально. Двухметровые великаны просто живут, не знаю. Ну, кстати, бургерная, еще один момент про бургера. Вот что-что, но стиль у нее прикольный. Да, вот это вот США 50-60-е года, это приколдес. Да, но, но. Бургерную мы заценили, но... Ну, и бургер, в принципе, нормальная. Не то, чтобы что-то вау. Обычный бургер. Да, обычный бургер. Там зато есть это, вот, можно выйти с другой стороны. Прямо на воде есть... Во-первых, в казино. Во-вторых, там прям на выходе плавучая как-то баржа, там есть лемон-чили место вполне нормальное. А еще, если пройти направо и пройти примерно метров 400, можно зайти в удивительное место. Там делают макароны из блинов. Кстати, вот еще одна из особенностей сербской кукли. Это вот эти жирные блины, которые просто полностью обмазаны сраной либо сгущенкой, либо еще какими-то, как сказать, ну, не приправами, как это сказать? Как называется? Я не знаю. Я просто вот когда случайно вот в какой-то типа вот шел по улице условно, проголодался, думаю, ладно, пофиг, стритфуд попробую. И вот там типа есть какой-то гирос условно, это как шурма, только с картошкой. Ненавижу шурму с картошкой. Просто кто это придумал, я не знаю. Дайте нормальную шурму. И там вот есть эти блины, которые просто доверху обмазаны. Вот один большой блин, и он прям супер обмазан этой сгущенкой. Блин, я вот такого не видел. Очень-очень-очень больно. Чувствую, вот каждый раз, когда он откусывал, вроде и вкусно, но сердечко чувствуется, что оно, ну, остановится от такого третьего блина. То есть ты в основном под доставку, что ты тут ешь? Вот дурачё поезжал, когда в Москву, он такой, блин, наконец-то могу котлет с пирожкой поесть, ура. И у него, кстати, тоже рассказывал, что у него тоже основная проблема — это то, что надо заказывать еду. И мы поэтому там на буткемпе без повара не нравятся, потому что, ну, в Сербии, что надо заказывать еду, и это занимает большое количество времени, и это большой стресс. Я бы не сказал, что это. Вот просто со временем ты, как это сказать, адаптируешься к этому, потому что, вот я понимаю, вот как мы только заканчиваем КВ, я понимаю, что у нас, ну, минут 20-30 ещё будет разговора, и я сразу же говорю, ребята, секундочку, сразу себе заказываю, бум, всё на место. А что я ешь в основном? Что я ем? Ну, зависит от случая в случае. В целом, я сейчас пытаюсь уже следить, но и бывают вот эти проблески, когда ты такой, оп, в принципе, мак не так далеко, быстро доедет. И ты такой, оп, ладно, всё, можно и покушать, если ты торопишься. Блин, я просто вспомнил, как в Минске, в клубе, когда снимали, я такого количества мака никогда в жизни не видел. Мы вам там заказывали, там вот просто, вот у нас вот такой вот стол, и вот, ну, вот, вот так вот с глока всего из мака заказано, всё меню просто. Это, мне казалось, были ваши лучшие времена. Нет. Но времена сильные были. Иногда мак, иногда что-то, как это называется? Боулы? Не боулы, где вот типа салат, курочка, вот эти всякие овощи, плюс-минус, бам-бам-бам, вот всё в этом духе. Тогда именно из обычного ресторана пытаются заказать обычный. Вот сегодня, например, я ел какую-то рыбу с рисом. И, ну, там были какие-то ещё овощи сверху. Отлично, отлично. Мы их берём. Отличная здоровая еда. Как вообще, ну, ты сказал, что следишь за едой, почему начал следить, что именно, какие там принципы используешь? Никаких принципов не использую, я просто понимаю, какая еда вредная, а какая нет. И я просто стараюсь есть меньше вредной еды, потому что в моей жизни стало меньше спорта намного. И если я начинаю есть вредную еду, то, соответственно, я что? Понимаешь? Да. А каким спортом? Почему стало меньше спорта? Чем занимался? Потому что мы были в Португалии, там зал буквально за соседней дверью, и желание есть. И там был ещё у нас пинг-понг, и баскетбол был недалеко. И всё из этого супер кайфовое, в хорошей, ну, в пешей доступности. Желание, оно появляется, понимаешь, жить. Желание появляется потому, что там была компания, или... Да, компания. А здесь нет компании, и ты поэтому не... Ну, то есть, ну, есть же возможности. Залов полно, и баскетбольных площадок полно. Да, да, но компании нет. Компании нет. Ну, надо это... Я понимаю. В баскет собраться. Пытаюсь. У нас в целом и какие-то даже, ну, куча же друзей есть сейчас, которые в Сербии на буткемпах, либо переехали. Но тяжело-тяжело. Пытаюсь собраться всё-таки. Мы же дотеры. Ну да, социализироваться, вытащить из берлоги. Не так просто. Да, не сказать, что вот когда я в России был, у меня были проблемы с социализацией. Мы условно... Даже вот в родном, но очень боксарский я был, выходил с своими двумя друзьями поиграть в баскетбол. И вот мы увидели просто трёх ребят тоже на площадке. Думаю, ну, всё сходится вроде три на три. Вот так и подружились и начали, типа, играть вместе. Но, типа, процесс надо запустить. Самое сложное запустить процесс. Найти единомышленников, так сказать, которые разделяют твои интересы. Ну, ещё мы всё-таки в разных частях города. Все находимся, и люди заняты. Да, мне кажется, здесь это вообще не проблема. Здесь, ну, типа, в любую часть ты за 15 минут доедешь. Ну, 15-20 минут, и ты... Ну да, но... Сейчас, тем более, вон там ещё мосты, мост новый открылили. Крайне что-то была проблема, что вот все на этом мосту, который из старого города к Уще идёт, ну, который крылок в мост. Вот. Что там постоянно пробки были. Сейчас такого нет. Мне кажется, особо с трафиком-то тоже проблемы нет. Что, блин, 15-20 минут, вот мы на тачке катаем куда угодно. Просто надо запустить, и вправду этот процесс надо, что организовываем здесь лигу по баскетболу. Ну, есть уже кандидаты, да мы в целом и пытались. Типа, есть Миша фанат баскетбола, но в целом... Антон. Антон, возможно. Он фанат баскетбола. Он прям смотрит вот прям каждый день. Вот, и Матвей есть, который Мейер и Схер. И в целом можно, но у нас у всех очень сейчас занятой график. Потому что мы тоже все играем бесконечно. Эти сраные скримы, официалки не заканчиваются по какой-то причине. Вот вопрос, короче, по скримам всегда было интересно, в чём... Не то чтобы смысл, но как бы часто слышу, что на скримах играют не в полную силу, типа непонятно... Ну, то есть ты не можешь сказать, что я выиграл эту команду, типа я там нахожусь в такой форме. То есть ты не особо понимаешь свою форму, плюс как происходит этот процесс, что ты как бы тестируешь свои какие-то стратегии, и там есть какое-то правило, что, типа, если ты увидел эту стратегию, хоть в тебя в неё сыграли, ты, типа, не можешь её использовать или как? Правил таких нету. Все воруют страты. Ну, просто кто-то может... В чём смысл тогда их показывать на скримах? Потому что где-то тебе ещё их проверить. Ты не знаешь, работает она или нет. Ты не знаешь... Ну, на лане в группах где-то что-то... Опасно? Во-первых, это опасно, потому что ты не знаешь. Ты просто не знаешь, сработает это или нет. Во-первых, скримы для того, чтобы проверять свои идеи на игру, не обязательно это должна быть полная сорта из пяти героев. Это могут быть и два героя, могут быть и просто какая-то идея. Один герой, типа, против какого-то, ну, типа, героя. Типа, условно, вот, допустим, я Марс против ДП люблю играть на Марсе, потому что ни на одном саппорте в доте я не могу выиграть линию героя, у которого третий скилл хилит 400 хп. У меня не хилит 400 хп, у меня нет трёх сраных зарядов. Угу. Условно, типа, 500 на четвёртую ноль и четыре заряда. Ничего я не могу с этим сделать. Вот, ну, допустим, вот у меня есть идея то, что сайдкик, я могу нажать сайдкик на своего кора и просто разбить ему башку, потому что мы тоже будем хилиться, и у нас тоже будет damage, и это просто больше будет цифра overall. И вот я с этой идеей прихожу на скрим, говорю, вот, давайте попробуем, если это произойдёт. Вот так вот. Что ты ещё можешь потренировать на скримах? Ну, и в целом, игровую форму ты тоже набираешь на скримах, потому что не сказать, что люди играют спустя рукава, но есть фактор давления, потому что вот ты играешь в целую игру, на тебя все глаза, ты понимаешь, что вот, типа, сейчас это важно, выиграешь ты или проиграешь, но на скриме это не важно, выиграешь ты или проиграешь. В этом и основная разница. Вот и всё. Ну, то есть, и люди и не играют, если это не важно, то они и не играют на... Нет, они играют в полный... Ну, просто средняя сила, мне кажется, тогда, ну, типа... Да, да, просто они не боятся. Вы играете в ММР, а в Ирагу по этому... из вас задесятируют условно на средний ММР, и никто ничего не меняет. Ну, в смысле, не теряет. И можно... фановая игра, ты можешь тестить что угодно. фановая игра. Может быть, не фановая, если будешь проигрывать. Если будешь ссать. Да. Ну, такое чувство, как будто кто много сосёт на... Постоянно, когда какая-нибудь команда выигрывает, какой-нибудь туик всегда говорит, ну, мы на... Это неправда, что мы сосём. Потому что вот самый яркий пример это Team Spirit, которые имели хороший венренд на 50-м энтом на скримах, пришли, выиграли хороший инт, потому что были, так сказать, в хорошей форме. Ну, они были в себе уверены в своих идеях. И также на своих идеях они приехали, точнее этот, ну, проехали этот инт. Вот, кстати, вопросик такой, а что думаешь вот о том, что патч выходит 20-го числа, а какого-то у нас там, 26-го уже мажор? Я просто рад патчу, я слишком рад патчу, мне не важно, что... Вот даже если ты был бы за день перед мажором... Ну, там много DPC-поинтов даёт. Плевать на DPC-поинты, просто... Квалы на инт, это же твоя цель. Во-первых, на инт можно пройти через квалы, да, DPC-поинты — это важно, но это не сама цель. Сама цель — она пройти на инт. Ну, типа, есть другие даже пути. Так что не сказать, что я пиздец расстроюсь, если вот у нас там не будет хватать DPC-поинтов. Я понимаю, что это, ну, лишний заёб, но это тоже часть процесса. То есть, если ты не сможешь выиграть квалы на инт, когда... Значит, ты недостойный. Все прошли, да. То ты, значит, просто недостойный, всё. Ну, это самая OG-тема из OG, типа, через квалы пойти. Ну, я надеюсь, что патч к вам уже пройдёт. Интересно, кстати, сколько будет этот патч. То есть, мы будем играть инт на этом патче. Ну, типа, выйдет какой-нибудь, условно, полубалансный патч, там, типа, сейчас выйдет глобальный перед мажором. Получается, перед бале будет где-то какой-нибудь, типа, там какая-нибудь буква, там плюс-минус добавят. Я думаю, буквы будут ДНТ, точно. Ну, типа... Будет ещё один глобальный ДНТ? Нет, этот... Баллы не настолько щедрые. Ну, то есть, мы, грубо говоря, будем играть на этом патче, просто там, ну, типа, плюс-минус плюс-минус ещё всем дадут два раза. Ну, типа... Два раза или один, честно. Сколько угодно, пусть патчут Доту, просто дайте уже нам двадцатое число поскорее. А что нужно в патче ещё сделать? Ну, то есть, там есть такие идеи, как поменять, добавить второго мини-рошана. Мне кажется, в целом было бы прикольнее забалансить карту, потому что то, что ты на Дайр имеешь такую роскошь, как стакать кимпы, ну, типа, два одновременно, у тебя и тоже рошан под боком, лёгкая линия у тебя лучше, потому что ты можешь сделать пул большого кимпа через проедание веточки, а на Рейдинг ты этого себе не можешь делать. Тебе надо всё равно бачком выводить, и там очень легко помешать, потому что это очень близко к линии делаешь. Было бы очень прикольно, что нам сделали балансные стороны, ну и всё, да, просто пусть геймплей... Блин, балансные стороны это, конечно, тяжко сделать, но, мне кажется, в Дайте никогда не было. Рейдинг всегда были в плюсе. Ctrl-C, Ctrl-V сделайте и всё, всё будет нормально. А рошан где? Нет, рошан-то пусть остаётся там, где стоит. Я имею в виду про Лиса. Ну, у тебя всё равно будет, получается. Ctrl-C, Ctrl-V. Это мелочь. Рошан – это мелочь. Всё равно. Ну, я не думаю, что сейчас, типа, супер дисбалансный рошпит. Единственный адвентаж, который есть у Дайер – это вот эта справа гора, на которую можно поставить вард. Но, играя за Рейдинг, ты тоже можешь прийти и поставить на эту гору вард, потому что, ну, а почему нет? Что тебе значит? Ну, у тебя кор будет, скорее всего, ближе к Рошану, если ты играешь за Рейдинг, потому что у тебя будет тенштов фармить. Во-первых, ты отстал от мода, коры не фармят тенштов. Ну, они фармят тенштов, но сейчас тройка превратилась в двойку, и фарма там не хватает на целую минуту кору. Ну, понятно. Ему он всё равно куда-то пойдёт. Вот так вот ходишь, что ты ломаешь тройку, двойку, которая теперь, придёшь линию, запираешь два кемпа и возвращаешься, и опять идёшь вот так вот по кругу ходишь, условно. Типа того, типа того. Ну, и в целом команда может подстроиться, когда есть ситуация, в которой враги, как бы, тебе угрожают тем, чтобы убить Рошана, ты можешь под это подстроиться и, как бы, быть там. Не обязательно всеми пяти героями, но просто иметь какую-то больше инфы о том, что, типа, когда-нибудь Рошан, ну, от своего геймплана, потому что не думай, что это дикий дисбаланс. Думай, это нормально. А так, ну, было бы прикольно какой-то новый объектив даже иметь. Но если не будь, не расстройся. Что ты имеешь в виду? Типа, да, вот, как ты говоришь, типа, какого-то маленького Рошана, справа, какую-нибудь прикольную фигню. Было бы классно. Не добавят. А что он должен давать? Ну, если так, чисто в воздух. Думаю, бафы какие-то просто должен давать. Типа, итем на бафы? Или... Ну, во-первых, он должен давать, как хорошую экспу, хорошую голу, как, типа, большой крип. Типа, на команду, чтобы было... Смысл забирать. Стоило того, да, его кредит. Ну, в целом, маленький. Может быть, как раз-таки вот именно этот шарт, аганим шарт туда добавить вместо... Я тоже потом подумал, что шарт их туда закидывать и, как бы, нормально, типа, там, авто убрать и поставить вместо него, там, типа, что-то другое еще. Ну, какая схема есть? Ну, что мы вот проговорили про то, как живется в Сербии, пушаем хорошо, стараемся, занимая денег. Жить одному оказалось, на удивление, тяжко. Потому что... Раньше я не сталкивался с этими бытовыми проблемами. У меня просто их не существовало в природе. Типа, я вот сейчас живу и... Вообще, понимаете, когда последний раз мыли полы, ребят... Ну, ты можешь купить, там, робот-пылесос. У меня есть робот-пылесос, но пятна на полу от этого не исчезнут. Ну, ты можешь купить, знаешь, лайфхак тебе из бытовой жизни. Короче, есть такая швабра, которая подключается в розетку, ты в нее заливаешь воду, и она вот словно как утюг. Она паром фигачит, и вот у тебя там пятна есть, ты, как бы, проходишь шваброй, и пятна нет. Это, типа, супер лайфхак. Она недорогая, она стоит, там, типа, 100 баксов. Но штука топовая. Ну, ты мне должен ссылку какую-то скидать. Я понимаю, что я сейчас приду и говорю, электрическая швабра, я что-то напишу на сербском тебе сейчас, найду в сербском магазине, это я понятия не знаю. В Гигатроне напиши, в Техномании. Хочешь это, блин, поедем завтра покупать. Куча-куча проблем. Надо следить за собой. Потому, ну, не то, что за собой, как за человеком, типа, то, что качаться и так далее. Нет, я говорю, то, что за своими отходами женедельности. Это просто кошмар. Я вообще не понимал об этом мире. Ну, типа, я понимал, я условно убираю за собой мусор. Нет такого, что, типа, я живу как свинота. Но, в целом, у меня в квартире настолько большой беспорядок, что если бы мама увидела, она бы... Ну, клининг там, я не знаю, чтобы решить твои проблемы. Понимаешь, квартира не столько большая, чтобы делать клининг, а делать клининг лично, ну, типа, раз в две-три недели, ну, думаю, нормально. Угу. Но просто бывают моменты, где ты вот понимаешь, что... Я живу просто как бомж. Типа, у меня вот стоит условно три пакета из Мака, четыре пакета из другой доставки. Все это на моем полу, а у меня квартира одна комната, и мне уже негде ходить. У меня вот стоят эти пакеты, но выкидывать... Не хочу я выходить. Не хочу. Поскольку обычно дома сидишь дней? Бесконечно. Я бы тебе лучше ответил на то, когда последний раз я выходил из дома, не учитывая сегодняшнего дня. Потому что я выхожу из дома обычно... Иногда мы, бывает, с Мишей выходим, типа, в рестик или просто погулять. Но очень редко. Типа, это раз в месяц максимум. В целом, у меня... Чтобы выйти мне на улицу, мне нужно, чтобы у меня было какое-то дело на улице. Типа, мне условно надо пойти снять... На почту, надо сказать. Ходить на почту, снять деньги, ну, подготовиться оплачивать. Продукты ты, наверное, заказываешь. Продукты, да. А, ну, ты не готовишь. Ты еду заказываешь. Это вот надо пойти снять деньги, чтобы заплатить за квартиру, за аренду. Вот это все. Ну, и за сигаретами могу выйти, да, купить. Вот. Это мой максимум, когда я выхожу из дома. В целом, я... Вот, по мне видно. Я почти не покидаю дом, потому что... Не сказать, что я не хочу, но возможностей мало. И, в целом, идеи никаких. Типа, чем заняться? На улице. Потрогать траву. Да, ну. Завязывай. Да, ну. Завязывай. Завязывай. Ты рассказывал про то, как ты копишь пакеты из доставки. Вот. Я тебя понимаю, о чем ты, потому что в один из приездов сюда мы жили в отеле. В отеле это, ну, прям комната наша была, ну, не соврать, 7 на 4, 7 на 3 метра. Ну, то есть, комната сама по себе маленькая, но если мы не берем там небольшой коридорчик и туалет. Вот. Вот. И жил я с Женей. И, как так обычно получается, в таких поездках, если мы живем в отеле, то там, где я, там образуется офис. Ну, то есть, там все тусуют. Вот. Так, получается, что там, мы там, получается, я живу там, но много людей, значит, туда приходит доставка. И мы, короче, примерно половину, на половине поездки забили на то, чтобы выносить пакеты из доставки. И вот, вот эта вот база вольтовских пакетов у нас вот. Оп. Уборщица, когда туда заходила, она убирала все, кроме мусора. Я не очень понимал, как это работает. Ну, то есть, вот валяются эти пакеты, она не убирала их. Вот она приходит там каждый день. У меня этот, я ел, у меня что-то упало на простыню. Угадать, что она сделала? Она ее заправила. И просто у нее такое пятно, как будто я обосрался на простыне. Она просто это заправила, и все. Очень удивительный отель был. Я тебя понимаю, насчет вот этих вот горс-доставок. Это знакомо мне и Евгению. В целом, даже вот про бытовую жизнь накину. Недавно у меня, ну как недавно, месяц, может быть два назад, у меня просто взорвалась лампочка в плите. Потому что я вот люблю себя с утра сделать там условно яичницу. Или там просто сварить яйца. Что-то очень простое. Лампочка в плите? Лампочка в плите. Но я не знал, что это сломалась лампочка. У меня просто взорвалась плита. Ну не плита, а именно вот. Я сижу играю за компом. У меня за спиной что-то взрывается с таким огромным звуком. Я смотрю. И лампочка, которая давала мне сигнал того, что плита работает, она сломалась. Угу. И я две недели, пока мне не пришел мой лендлорд, я не понимал, что у меня работает плита. Потому что я не пытался включить, потому что я думал, что она просто сломалась. Я ему говорю, вот смотрите, типа у меня сломалась плита, ничего с этим не могу сделать. Он включает, трогает, смотрит на меня как дурака. Я такой, блин, не подумал. И вот такие проблемы, да. И как история закончилась? Он типа менял лампочку и все? Не-не-не, лампочка так же осталась, а лампочка не горит. Ты просто тебя засекаешь, типа или? Засекаю. Просто чувствую по этому, по веянию души. Плюс того, что в жизни в Сербии, то то, что они, как это назвать, не кулер, но штука, которая тебе греет воду в ванной. Большая банка. Бойлер. Бойлер, да. Очень удобно, оказывается, потому что я всего один человек, у меня никогда он не заканчивается, у меня никаких проблем нет. Я просто всегда получаю горячую воду. Я вот вспоминаю те времена, когда я летом, мне выключают горячую воду, я просто в шоке. И вот сейчас, как будто бы я в 21 веке живу. Но если меня отключат бойлер, я сойду с ума. Но не думаю, что это возможно. Возможно, они могут совершенно легко ломаться. Вот, была история. Бытовая, не то чтобы очень интересная. На дотевском бутвиткемпе у меня ломался, на вашем, в этом, в Ольге, да, бойлер. Починили? Да, блядь. Там история была о том, что вот начался ковид, из буткемпа все уехали. За домом следить было некому. Ну, типа, я заехал в дом. Вот. И прожил там благополучно полгода. Супергуд. Дом был немножко расшатанный, но я его, типа, это подтюнил. Ты говоришь про тот дом, в котором Серега жил в ванной, я правильно понимаю? В котором есть бабушкина комната? Или ты говоришь про другую комнату? Бабушкина комната, которая детская? Возможно. Там вот такие две кровати. В Питере? Не, не, не. Я говорю про Беларусь. А, нет. Не, не, не. Не, блядь, нигде это, нигде есть комната для секса. И Серега рассказывает про комнату для секса везде. Он, всех, кого видят, в короче, вот мы были в Сингапуре, он Ямичу рассказывал про вот эту вот цыганскую комнату для секса с отдельным входом, красными бархатными наволочками и простыней, и про то, что с вами жить невозможно. Кто-то там делает с утра йогу, с утра ты решил научиться наиграть на пианино на буткемпе, блядь, и не мог, не давал ему спать, и что это вообще ужасный буткемп был. Кстати, я так и не понял, почему в Минске столько домов вообще, ну то есть вы жили, я из Минска, вы жили в жопе, я там никогда в жизни не был, вы жили в жопе, в жопосном доме, я не понял, в чем проблема, не знаю, может быть была с интернетом, только там был хороший интернет, я не знаю, был ли там хороший интернет, но я не понял, почему так получилось в цыганском доме. Насчет цыганских домов, цыганских проделок я бы так сказал, один раз в Сербии живу вот один, и меня просто ситуация повергла в ступор, я сижу, играю в комп, все как обычно, играю ММ, мне просто выключают нахрен электричество, причем еще для предыстории, перед этим выключали электричество типа на 2 часа, как-то случайно, просто на всем районе, и вот мне лично одному выключают электричество, я выхожу в подъезд, проверить, работает ли свет, и свет работает, и я просто в ступоре, я не понимаю, что мне сделать, что вы от меня хотите, и я начинаю играться с этими, как они называют? Тумблигой? Да, да, тумблигой у меня вот в квартире, вот этот щиток, все проверил, должно работать, при этом у меня в одной части квартиры работает свет, вот специально на кухне, и вот там около этих розеток, но в другой просто не работает, и я просто, ну, я сижу, и я не понимаю, что мне сделать, но потом, благо, я, ну, как взрослый человек, пишу лонлорду, говорю, у меня не работает электричество, помоги, он говорит, пробовал в подъезде вот этот переключатель переключить, я такой, чего, что это вообще? Может, я ему сразу до этого начал писать, начал шутить и говорить, может, мне надо за электричество пойти заплатить, вот у меня есть все доверие, вдруг меня сейчас отключили, мне, может, надо пойти заплатить, пошел, заплатил, не включили, я такой, ну, все, это мои полномочия уже заканчиваются. В итоге, в общем, он меня отправил в подъезд, он мне сказал именно какой, там было два щитка и один пот, который с переключателями, но я его не заметил, и был один тот, который закрыт нахрен, который открыть можно только отверткой, и я взял отвертку, у меня дома есть отвертка, я позаботился, да, о себе, потому что мне надо было собирать стулья, столы, тоже бытовые трудности, и открыл этот щиток, и я понимаю, что тут нечего нажимать, если я что-то нажму, скорее всего, я что-то сломаю, и, в общем, он начал уже на меня ругаться, говорит, не тот щиток, дурак, смотри нижний, все, включил нижний, и когда у меня включился свет, я 4 часа на это потратил своей жизни, мне такое облегчение, мне просто так хорошо стало на душе, просто невозможно передать это под словами, вот такие проблемы в обычной бытовой жизни. Ну, привыкнешь, чё? Теперь мне этой фигней не взять, потому что мне... Да, каждая история от тебя имплует. Через 2 месяца мне тоже отключили свет опять, и я не знаю, почему именно вот эти, и в первой истории тоже, вот эти, как это называется? Тумблеры? Да, эти тумблеры были выключены. Это кто-то выключил, я не понимаю. Нет. Они сами выключаются? Да, смотри, когда идёт какое-то перенапряжение, там какой смысл? Оно не даёт, чтобы у тебя случилось короткое замыкание, то есть где-то происходит замыкание, оно автоматически выключает тебе свет, то есть у тебя где-то что-то замыкает, а оно у тебя пук, и у тебя ничего не сгорело. Где-то есть проблемы, может быть, с проводкой какие-то проблемы. Ну, вообще, как я говорил, не электрик, нехуй лезть, но у тебя уже есть доступ, можешь себе сделать доступ на 350. И вот мне второй раз отключили, я такой уже на опыте, просто прихожу сразу в подъезд, сразу на первый этаж, переключаете тумблеры, и такой, слишком легко. Ну вот, мне кажется, ещё поживёшь, и потом уже всё это бытовая штука тебя будет вообще наизе. Последний совет вот дам людям, которые, может быть, планируют переезжать в Сербию, берите квартиры с интернетом. Если вам нужен будет доступ к интернету, берите квартиры с интернета, потому что я просто намучился невероятно долго из-за того, что у меня не было интернета. Вот мы только что приехали, я в первый же сраный день вот сошёл с самолёта, заселились в отель, я в первый день получил свой белый картон, получил кучу квартиры, оплатил всё, всё сделал по высшему дому. Ну, но у меня была проблема, у меня нету дома интернета, чтобы ты понимал, насколько сложно провести в Сербии интернет в том, иностранцу. Это, наверное, лендлорд ты должен делать? Да, это должен делать точно лендлорд, но мой лендлорд был в Париже, к сожалению, в этот момент, и... На мажоре? Нет, не нормально, просто в Париже, просто любитель Парижа. Я две недели себя пытался подключить интернет через... Ну, типа, вот у нас были юристы, и я с ними договаривался две недели, чтобы они подключили мне интернет, что заняло, ну, неделю где-то моего времени, и я жил просто в квартире без интернета. Я просыпался, шёл в сраный компьютерный клуб. Вторую неделю мне заняло на то, чтобы найти подходящего оператора, потому что у меня нету опыта волокна. Просто в городе нет опыта волокна, вот в этой локации, в которой я живу. И мне надо было подключить интернет, и опыта волокна никто не проводил, я такой уже забил хер, говорю, ну, давайте обычный, давайте вот обычный проводной, я не знаю, как он называется, просто дайте обычный. И вот мне через вот эту, после этой недели, тоже через неделю, говорит, вот чё, по расписанию приходит, подключает интернет. Я такой, вау, так бывает, но потом через неделю интернет просто начинает лагать. Просто FPS, ну, не FPS, точнее, пинг в игре просто 200-300 начинает стабильно, причём в случайный момент на случайное время. Типа может быть и 10 секунд, может быть и 2 минуты, может быть и 5 минут, может быть и 30 минут, может это вообще не заканчивается целый день. Я так намучился с этим МТСом, они меня, возможно, уже в лицо выходят, знаю, я им каждый раз звоню, говорю, ребята, у меня лагает, помогите. Они говорят, нет, не лагает, ну, мы смотрим, не лагает. Я говорю, ну, я же не буду вам врать. И в целом очень сильно намучился с интернетом, надо приезжать в квартиры с интернетом, надо именно обговаривать заранее, FPS, возможно, если кому нужно оптоволокно, с оптоволокном, в общем, аккуратнее с интернетом в Сербии. А ты уже как-то пофиксил эту проблему или она? Да, у меня всё в порядке, у меня хороший интернет. Как ты его пофиксил? В один день, просто начали на звонок, вот у меня была вот эта проблема с пингом, всё, перестало, перестало лагать, я такой, ну, отлично. В принципе, большая интернет-скорость мне не нужна, типа у меня там сколько? Ну, мегабайт 10 в секунду максимум, может быть, пиковая, что неплохо. Я же не скачиваю игры, в доту мне не нужно много интернета, чтобы играть, видео не загружаю, так что хватает интернета. Только в картинках. И ты такие, знаешь, как раньше это, типа загружались так вот линиями. Я был, я жил в это время, я жил в это время. Делая ап еще на карточках, помнишь такое? Такое не помню. Нет, такое не помню. Я знаю, что когда кто-то по-домашнему разговаривал, у меня были какие-то проблемы. Он вообще не подключился интернет по-домашнему. Когда домашний, там был выбор либо домашний, либо интернет. Если ты звонишь, если интернет работает, на домашний не дозвонился. Такие проблемы были. Но это олдовые проблемы. Но я не достаточно старый, чтобы прям помнить четко. Сколько тебе лет? Мне 24, будет в этом году 25 скоро. Ну, мы с тобой недалеко ушли. Олды все-таки получается. Олды доты. Блин, ну я, конечно, я... Ладно, нет. Это история про то, как я попал в доту, когда я всю жизнь, короче, говорил дота для пидорасов. В общем, дота для хуесосов я все время говорил. И потом начал играть. Почему ты так думал? Помнишь? Ну, это просто для слов такое, типа... Просто я так и говорил, когда меня друзья сегодня звали в доту, я такой, типа, да, дота для хуесосов. Вот. Но вообще я с дотой познакомился, наверное, в девятом году, первый раз я ее увидел. Мы играли в клубе, и у нас один человек сказал, типа, давайте, типа, там, в крутую карту. И, в общем, он взял себе тинкера. Мы, типа, он говорит, вы будете на трех линиях пытаться слушать мне базу, а я буду на одной линии. На миду. Он взял себе тинкера, ему, там, типа, тройная голда, тройная экспа идет. Я помню, я помню, в первой доте там четыре тысячи голды тебе давали, если ты начинал один. Ну, вот. И он, в общем, на тинке с догоном летал, и шпокал нас. Я на бруде первую игру. Ну, ты представь, я на бруде первую игру пытаюсь что-то сделать. Я в первую доту начинал играть. Я играл на лекане. И ходил в лес. Ну, как это... Как и нужно. Я увидел где-то гайд, что вот надо купить это, это, это. И в целом, очень в доте первой был сложный интерфейс. Ну, не то, что сложный. Покупка была вообще невероятно сложная. Да, да. Я играл с друзьями, потом, после этого. Мы, вот с которыми звали меня в доту, у меня было условие, мы играем без закупок. Ну, просто мы стоим на виду, один на один, ну, с крипами, и без этого. Без закупок просто скиллами кидаемся, кто как кинет. Вот и все. Потому что, ну, типа, вот это... Я помню, все собирают. Костыль, Владимир и Аганим. Да, я помню, Костыль я мог собрать. Вот. Ну, вот это все, что я знал. Костыль, Владимир, Аганим. У нас вот этого собирали. Ну, на ауэ, играешь на команду. Вот и все. Ну, то есть, что там есть какой-то блинк у меня даже такого... Таких знаний у меня даже не было. Именно поэтому я играл в первую доту очень мало. И начал играть в Хон, когда... Когда он на горение вышел или что-то в этом духе. Угу. Очень underrated, думаю, игра на то время. Типа сейчас понятно, что эта игра уже мертва, давным-давно. Но в целом, как альтернатива первой доте была хорошая игра... Ну, как underrated, у нас столько прошников из Хона. Тот же Nutell. Да? Ну, у нас... В СНГ, в СНГ, я имею в виду. А, ну... В СНГ мало ходит. Ну, да, я вот даже про Хон знал, мне кажется, после того, как ребята во Фнатик перешли. Ну, вот Nutell, Fly и вот эта вся команда. Они когда перешли во Фнатик, я тогда узнал, что Хон вообще существует до этого. Я вообще не знал, что бывает такое. До этого как бы и жили хорошо. И не нужно нам на ваш Хон. Вот. Давай, наверное, закончим. У меня как бы, наверное... Не осталось вопросов на данный момент. Мне было реально очень приятно с тобой поговорить. У нас такая прям интересная беседа получилась. Вопрос от Сергея Года. Ты готов? Да, я готов. Максимально серьёзный вопрос. Два слова. Экстремум. Сила? На самом деле, вот, у меня нету вообще... Вот у меня, условно, какие-то периоды карьеры, какие-то были негативные воспоминания о разных командах. Но об экстремуме у меня такого нету, потому что я бы не сказал, что... Как сказать? Ну, результаты были отвратительные, но команда была золотая. Я вам... Ну, настроение у нас в целом и материка как команда было, ну, отлично, мне кажется. Так что экстремумом сила определённо. Сейчас ещё одна есть. Если это пакеты из Мака, у меня свои дома. Хочешь пакет с пакетами? У меня есть дома пакет с пакетами. Я завёл пакет с пакетами. Господа. Смотрите, мы дали тебе вот такой вот свиншок. Дайзнол. Вообще, он должен был быть спортом, что я у тебя спрашивал. Какое ты любишь аниме? Когда это... Ты мне отвечал Анидзук, по-моему. Я тебе не отвечал Анидзук. Я точно... Ты плохо меня знаешь, и ты меня этого вообще не спрашивал. Но от Изнот очень попсово, но я это беру. Я не против, у меня мало аниме верчат. Я точно у тебя спрашивал про любимое аниме. Там было либо пинг-понг, либо Гуренлаган. Возможно, там был пинг-понг, я... По пинг-понгу ничего не найти. В общем, вот такой вот лонгслив. Мы его сделали совместно с Ника Вэр. Такой лонгслив вы тоже можете выиграть. Они уникальные. Их всего два во всем мире. Нет больше ни у кого. Даже у меня. Вот один есть у Жин. Пожалуйста. Большое спасибо. Второй можете выиграть в Телеграме. Там будет конкурс. Конкурс в Телеграме. Кстати, мне, наверное, было все это время не слышно. Ну и попик. Вот. Спасибо большое за подкаст. Это было круто. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok